Толстый жирный пояс, пассажирный. Кто-то любит мальчиков, авария, борщ. Красивые женщины юмором не занимаются. Женский форум. Да я вообще не звезда, я всего этого не заслуживаю. В гинекологическом кресле меня узнали. Ну что ты наслаждаешься вниманием? Очень по-женски. Я каждую девушку в юморе воспринимаю как конкурентку. Сколько у нас раз прозвучала фраза «у меня нет парня». По факту юмор это математика. Должна ли существовать вся культура отмены? Мои соцсети словно мне уже не принадлежат. Неразборчивая толерантность. Мама, покупай цепочку, мы с Варварой женимся. У тебя не было отца в детстве? Папа как первый мужчина в жизни девочки должен говорить ей, что она принцесса и красивая. Ну конечно мне папа этого не говорил никогда. У меня не было примера мужчины в доме. Я такая, блин, а как это вот жить с мужчиной? Ну я пока сама не готова. У вас сейчас новый сезон женского стендапа выходит на ТНТ. Плюс вчера был сольный концерт женского стендапа в Крокусе. И ты в общей сложности уже получается 2, даже 3 года участница женского стендапа. У 4, то есть проекту 5. Уже 2 года до съемок он писался еще до выхода эфиров. Я пришла через год после того, как пришли все. То есть получается я 4 года уже в этом коллективе. Варвара Ширпакова до проекта и Варвара Ширпакова сегодня. Стала, наверное, как-то поувереннее в себе. Хотя, не знаю, блин, мне вообще всегда уверенности было не занимать, наверное. Я думаю, что отчасти из-за этого вот я как-то сюда и попала. Потому что мне было очень сложно, страшно, неуверенно и вообще вот пытаться сюда попасть. И у меня всегда была вот мощная поддержка моих друзей. В частности, вот моей близкой подруге Оксаны. Она была администратором женского стендапа. И она меня просто вот пихала. Говорит, давай сюда, скинь видео, театр-редактив. Давай туда, давай, приходи на фестиваль. Будет там открытый. Иди, иди, иди. Все, делай, делай. И вот она меня как везде спродюсировала, можно так сказать. И вот у меня получилось. Поэтому для меня всегда вот какая-то там такая поддержка штанов была очень важна. Вот. Ну, наверное, я стала уверена в себе, как в артисте, в профессионале, наверное, так. В самом начале я вообще на этих негнущихся ногах была страшно. В принципе, такой жанр для меня был нетипичный. То есть я же всегда в командных каких-то вот видах юмора принимала участие. И вот когда ты остаешься один, выходишь и в незнакомом для себя там новом месте делаешь первые шаги, это вообще страшно, конечно, ужасно. Я окрепла. Как-то окрылилась, наверное. Стала больше себе позволять что-то представлять, мечтать, там, цели какие-то ставить. Если раньше мне была цель, блин, вот бы попасть в телевизионный проект, сейчас я уже в нем, я уже там цели другого плана, там уже какие-то ставлю. Вот, наверное. Был у тебя синдром смазванцев какой-то момент? До сих пор есть, всегда есть. Иногда думаю, блин, я занимаю чье-то место, особенно после неудачных выступлений. Это просто кошмар. Я к психологу как-то пришла с фразой, я говорю, это просто, я не знаю, как с этим побороться. Но у меня часто такое бывает, после неудачного выступления я выхожу из Думы, а у нас здесь постоянно вечеринки проходят проверочные. Вхожу из Думы и иду с мыслью, а заслужила ли я, ну там, типа вот этот ремонт дорогой в квартире, вот эту одежду, которую я себе купила, могу ли я себе это позволить? Я так плохо справляюсь со своей работой. Вот в данный момент я плохо справилась со своей работой, было неудачное выступление, что я не заслуживаю тех денег, которые я зарабатываю. Это загон ужасный, кошмар. Мы вот пытаемся как-то с ней с этим, ну, бороться, с этим справляться, но у меня такое бывает. Ну а неудачное выступление, ну, как в твоем представлении выглядит? Людям смеются. Не смеются недостаточно, конечно, конечно. Мне кажется, я просто не видела ни одного твоего неудачного. Так это все в телевизоре, это все такое уже лучше, это бест. Это то, что написалось там за эти три недели условно. У нас есть цикл, который длится 2,5-3, ну, 2,5 недели. И в течение этого цикла, очень по-женски, этот цикл завершается основной вечеринкой. В течение этого цикла есть там порядка 8 проверочных вечеринок, которые вот, кстати, в этом баре и проходят. Рекламирую. Бар, Дума, Моговая, Один, Старение, Трин. Не приходите сюда, сюда в этом не зайдешь. Приходите все сюда. Ну, вход по записи. Кстати, на ваши отчетные концерты вообще не попасть, потому что там практически сразу, как только, да, ты объявляешь, сразу через полчаса уже ничего нет. Ну, да, да. Очень все быстро происходит. Ну, людям хочется посмотреть. Там вживую вообще, конечно, другая энергетика. Не то, что по телевизору. Я поэтому всегда вообще говорю, приходите на живые выступления. Во все камеры это скажу. Приходите на живые выступления. Энергетика вообще другая. Мы не накрашены. Да, мы выглядим как в обычной жизни, там с каким-то пучком в худи, но зато энергетика вообще потрясающая. Сегодня я поставила свой собственный рекорд. Собралась на мероприятие всего за 20 минут. За это время я успела сделать макияж, подобрать одежду и, самое главное, привести ее в порядок. Вот этот пиджак стал идеально гладким буквально за мгновение. Все это благодаря инновационной паровой гладильной системе 3 в 1 от Tefal. Гладильная система Xeo Power от Tefal 3 в 1 – это мощный утюг, отпариватель и трехпозиционная гладильная доска в одном устройстве. Первое – под углом 30 градусов, что удобно для офисных рубашек. Второе – горизонтальная, например, для домашнего текстиля или брюк. Третье – вертикальная, для отпаривания. У Xeo Power три режима подачи пара, поэтому я могу не переживать за свои вещи. Прибор бережно отпарит как плотные, так и деликатные материалы. А еще в этом устройстве вода преобразуется в пар и под давлением поступает в утюжок. Благодаря этому не остается никаких капель, которые могут испортить вещи. Все выполнено в стильном дизайне и продумано до мелочей. Например, мощный пар устройства убивает до 99,9% вирусов и бактерий, а также освежает одежду, убирая нежелательный запах. Им можно отпаривать и дезинфицировать шторы, мягкую мебель, постельное белье и другой текстиль. А благодаря съемной базе делать это можно в любое время и в любой комнате. Ну и моя самая любимая функция, с помощью которой я стала быстрее собираться – это быстрый нагрев устройства. Всего за 70 секунд. С ней мне больше не нужно долго ждать, когда утюг или отпариватель будет готов к работе. И делюсь промокодом FAMETIME. По нему вы получите скидку 4999 рублей на Excel Power. Подробности в описании. Так, ну все, мне уже пора. А вам желаю хорошего просмотра. Ты несколько лет назад переехала в Москву. Да. Какие у тебя были первые впечатления, когда ты сюда попала? Ой, да нет, ну вообще я раньше часто в Москву прилетала просто в КВН поиграть, то есть там урывками какими-то на недельку, на 10 дней. И я каждый раз говорила, не мой темп, не мой ритм, Москва, не мой город. Всегда прикольно, вот просто приехать, посмотреть, но жить я бы тут не хотела. Ну вот это все. А потом приезжаешь, что-то раз-раз, пару недель прошло, вот уже и вписался. Ну я приехала вообще без денег, у меня было 5000 рублей с собой. Я, да, я жила у подруги, за ее счет. Она меня кормила, давала мне деньги за проезд. Вот мы, да, так вот и мы выжили. Но ты, значит, переехала в Москву после того, как вы проиграли в КВН. Да. Ты решила сюда переехать, покорять ее или что? Ну как, вообще получилось так, что это был для нас такой очень болезненный проигрыш, а к тому моменту девчонки все уже уехали из Хабаровска. И я по факту просто осталась одна, и мне было так одиноко и грустно, что у меня нет подруг рядом, и они все уехали в Москву. Я решила, что я должна тогда, по идее, тоже уехать в Москву, а что мне еще делать? Я хотела давно... То есть у тебя не было такой мечты, знаешь, ты жила, условно, в Хабаровске, ходила в школу и думала, ну вот когда-то я перееду в Москву. Нет, у меня вообще такого не было. Мне даже не хотелось вообще в принципе в Москву. Я говорю, я приезжала, я думала, это не мой город, я здесь жить никогда не смогу. Как у меня до сих пор подруга есть, она приезжает иногда в отпуск в Москву, она говорит, в Москве классно, тратить деньги, отдыхать. Я думаю, ну нет, вот я тут уже, типа вот уже я здесь шестой год, я вот тут просто, ну как бы зарабатываю и живу. То есть нет такого, что я, блин, как классно отдыхать в Москве. Ты вот тут уже впахиваешь. Ну ты впахиваешь, но при этом тебе здесь нравится? Да, да. Сейчас у меня уже больше какой-то такой, наверное, бытовой вайб, потому что я здесь просто живу, работаю, у меня там квартира появилась, машина появилась, там я вот собаку завела. Ну то есть просто обычная жизнь. И я живу там не в центре, где красиво, я живу в Балашихе. Уже прописка и все остальное. Ну то есть такой я уже прям заземлилась, как и хотела, вот как бы к чему стремилась. Ну первое время я ходила, конечно, вот так, просто вообще. Для меня вот Красная площадь, это как для провинциала вообще, просто такое место знаковое. Я первое время часто ходила, просто приезжала гулять одна на Красную площадь, потому что мне так нравилась, какая там красота, и как там все классно, так здорово. Было еще такое прикольное ощущение, что ты всегда это видел только по телевизору, или где-то там, когда я в Третьяковку первый раз попала, я была в таком восторге, что я эти картины видела в книгах только, в учебниках. И вот я их вижу вживую, так классно, вообще удивительное ощущение. Сейчас, конечно, я уже там на Красной площади так часто не гуляю. Если мама приезжает, она вот любит, или там кто-то из друзей, там, других городов, то да. Но тебе где-то в комментариях писали о том, что ты уже стала москвичкой. А москвичилась. А москвичилась, да. Да, было так правило. Тебя это как-то обижает? Да нет, я не понимаю, почему обижает других людей какие-то мои высказывания про Хабаровск. То есть это... У меня тогда был какой-то ряд шуток про Хабаровск в женском стендапе. Ну, естественно, потому что там, условно, какой-то второй сезон начался уже. Ну, и надо уже шутить про свой город, что-то рассказывать. Я просто из Хабаровска. Это провинциальный город. Сейчас живу в Москве, а здесь все очень интеллигентные. Все такие неконфликтные, аж беситные. Я говорила о том, что это провинция, и люди так сильно обиделись на слово провинция. Мы не провинция. Мы провинция. Я там прожила 24 года. Ну, это как бы, ну, маленький город. Ну да, там даже он не миллионник, там, по-моему, 600 тысяч. Да, да, было больше. Сейчас отток населения, естественно, то есть все уезжают в центр, либо куда-то в Краснодарский край. Я хочу сказать, я хочу сказать, Хабаровск мой любимый город, мой родной, любимый город. Но я не перестану о нем говорить, как о маленьком городе, потому что это правда, это маленький город. Вот у нас были гастроли на Дальнем Востоке, и мы были в трех городах, в Абаровске, во Владивостоке, Южно-Сахалинске. Для меня это было так волнительно. Ну, во-первых, что я приехала домой, пришли мои друзья, родственники, там, у меня 30 человек в зале сидело, там, во Владивостоке тоже мои друзья были. Но для меня было так волнительно, как мои коллеги, которые никогда не были на Дальнем Востоке, воспримут мой там город. Вот, или, ну, то есть, они были в дичайшем восторге от Владивостока, просто там, с таким восхищением. Вчера даже Рита мне об этом говорила, она говорит, как меня, ну, она говорит, за все города в самое сердце Владивосток попал. Мне, кстати, тоже очень там понравилось, я была буквально позапрошлым, нет, в прошлом году, в сентябре. Да, там прекрасно. Я впечатлена была, действительно. Ну, и Хабаровск, для меня это было так тоже волнительно, я даже девчонка, мы были с Машей экскурсию провела, а как только мы приехали, они просто, ну, не отсыпаются обычно, идут гулять, движовые девчонки. Вот, я вспомнила, было, я училась на специалиста по сервису и туризму, и проводила на каком-то курсе, у меня была, вот, типа, за зачет, экскурсию по городу, и я вот ее вспомнила, провела им экскурсию, так классно было. И я волновалась, и я была очень рада и довольна тем, что было очень чисто, красиво в центре вообще. Ну, Хабаровск, во-первых, трижды сам благоустроенный город нашей стороны тоже. Мы об этом не забывали. Да, там, правда, очень хорошо. Да, то есть ты любишь туда приезжать? Я не знаю, что там бываешь редко. Я сейчас там уже очень редко бываю, потому что моя мама уже почти три года живет в Краснодарском крае, у меня особо как будто бы, ну, отпала необходимость там бывать. Но вот я пару лет назад туда ездила в отпуск, я решила почему-то вот в феврале был отпуск, думаю, надо ехать в Хабаровск. Как я люблю Дальневосток, вот именно Хабаровскую зиму. Хабаровск, Комсомольск, вот эта вот часть, не Владивосток, там не снежная зима, холодная, влажная, типа не очень, а вот в Хабаровске эти сугро и все, и я в таком была в восторге, я повидала всех друзей, было так замечательно. Я в какой-то момент, вот я с другом переписывалась, я говорю, я сейчас поймала полное ощущение, ну, полнейшего счастья, что я настолько счастлива, что я вот в этом городе, в окружении людей, которых я давно не видела, они мне рады, они меня ждали. Мы болтаем, едим Китайку с кайфом вообще, было прям здорово. Но ты сама, когда туда приехала, ты почувствовала, что ты уже другая туда приехала, что вот за это время все что-то поменялось? Да, пожалуй, да. Я уже ощущаю, что я не домой приезжаю. Для меня вообще, ну, я уже немножечко, все равно изменилась, как бы, мироощущение. Видимо, взросление мое, именно становление как взрослого человека, пришлось все-таки на вот, там, пару лет с моего переезда в Москву. То есть я приехала, мне было 24, я толком там, я жила дома, в Хабаровске, в квартире нашей с мамой, то есть я ничего не платила. Я работала просто для того, чтобы там покупать себе вкусняшки, ну, вот такое там, и кредит за айфон выплачивать, естественно, и за шубу. Классика. Да, у меня была норковая шуба, я ее купила в Уссурийске на ярмарке шуб. И что, можно было в кредит ее купить? Конечно. Да, вообще можно в кредит купить все, реально. Я вот из тех людей... Не, ну, айфон-то понятно, что ты его покупаешь в магазине там, а если ты на рынке или где ты говоришь? Не, не рынок, это была... А ярмарка-то говоришь, да. Да, я приехала в Уссурийск вести детский КВН, а это было в ДК, как раз в ДК вот на входе, то есть это тоже вечная классика, в региональных ДК, где на входе стоит выставка-ярмарка там драповых пальто, или вот как раз там была выставка-ярмарка шуб, и я там все вот это попримеряла. И вот выходит редактор, который со мной там тоже был, выходит, говорит, ну что, уже пора начинать, а я сижу договор подписываю на кредит. Ну, короче. И поэтому для меня вот мое... Вот последние там пару лет в Хабаровске для меня были такими беззаботными, хоть было не считаю вообще невероятным, еще студенты, мы там жили с подружками у меня в квартире, но у тебя денег не было вообще, но было классно, потому что ты не... ну, у тебя денег нет, но у тебя и расходов нет. А когда ты приезжаешь сюда, остаешься наедине с самим собой, со своими там какими-то необходимыми тратами, это, конечно, уже... ну, то есть, когда ты понимаешь, что вопрос найти работу, это уже не предназначение, а вот вопрос выживания, это уже тебя как-то так сильно отврезляет. Поэтому, когда я приехала, я через два года после переезда приехала в Хабаровск, я уже просто приехала, ну, как бы взрослым, осмысленным человеком. Вот, наверное, в этом какое-то вот главное достижение, наверное, и разница в мироощущении. Сейчас все больше людей вкладывают свои деньги в недвижимость в качестве инвестиций. Или покупают квартиры для себя. Я изучала этот вопрос и заметила, какие классные и тщательно продуманные проекты делает Level Group. Во-первых, у застройщика хорошая репутация, стандарты и качество строительства, а также продуманная до мелочей инфраструктура и благоустройство территории. А во-вторых, приятная новость. Сейчас у компании выгодное предложение и до 25 февраля Level Group предлагает скидку 30% на квартиры и апартаменты бизнес и комфорт класса. У Level Group широкий выбор локаций, есть предложения на разных стадиях строительства, то есть вы можете выбрать вариант, как на старте строительства по более выгодной цене, или, например, подобрать уже готовый объект, где ключи от новой квартиры можно получить уже в этом году. А еще у них до 80 вариантов планировок в рамках одного проекта, что дает возможность выбрать ту планировку, которая подходит именно вам. Мне понравился Level Южнопортовая. Проект комфорт-класса в 10 минутах от станции метро Кожуховская, где, кстати, планируется открытие Москва-Сити-2. Перспективный район, который по своим масштабам будет сравним с Москва-Сити. Большая территория, много разнообразных зон, детские площадки для разных возрастов, места для спокойного уединенного отдыха и для спорта, и много зелени. В качестве референса Level Group выбрали Central Park в Нью-Йорке. Очень интересно, что получится. Проект кажется очень перспективным для вложения. Возможно, вы как раз в поиске лучшего вложения ваших средств. Тогда рекомендую воспользоваться выгодным предложением со скидкой в 30% до 25 февраля от Level Group. Ну, ты вот сейчас, когда в Москве гуляешь по центру, часто к тебе подходят? Просят сфотографироваться, обнять или что-то еще? Иногда. Иногда. Я бы не сказала, что прям часто. Ну, бывает. Прикольно. Иногда не к месту. Больше всего людей ко мне подошли, узнали, сфоткаться и все остальное, когда мама приезжала в прошлом году. И мы гуляли по Москве. Это было вот тоже зимой. И человек 7 реально. Ну, то есть то пусто, то густо. Вообще никого. Просто ходишь в метро, спокойно ешь. Иногда бывает в метро, там, я как-то выходила из вагона, а женщина заходила в вагон, она меня вот так останавливает, говорит, я вас знаю. Я говорю, ясно, мне пора, моя станция. А тут прям реально человек 7 меня узнали, и мама, ну, уже в какой-то момент, и мама, я смотрю на нее краем глаза, она. Вот это лицо. Да, и просто уже на седьмом человеке она мне говорит, ну, что ты наслаждаешься вниманием? Ты наслаждаешься? Ну, не знаю. Иногда это бывает неуместно. Ну, типа, я же, там, бываю в плохом настроении, бываю, там, плохо выгляжу, и, ну, как бываю, как правило. Ну, прям. Ну, типа, я не крашусь вообще никогда, то есть я всегда вот... У тебя идеальная кожа, ты можешь не краситься никогда, поверь. Это все время приятно. Правда, правда, ну, так и есть. Ну, короче говоря, да, иногда это бывает там не к месту. В гинекологическом кресле меня узнали, тоже есть вопросы. Ну, короче, люди иногда выбирают такой момент. Я понимаю, в их интересах, то есть не упустить момента. То есть вот я к ней села, она такая, ой, я тебя знаю. Ну, я это, я понимаю. Но, конечно, иногда это бывает как-то, либо очень навязчиво бывает, что начинают сильно трогать. Я, в целом, я человек тактильный, но только со своими. Когда меня начинают другие люди обнимать просто так на улице, это, ну, иногда я там зажимаюсь. Но когда у меня, типа, классное настроение, я такая, супер, я и сама... Ну, мы гуляли по Питеру перед концертом. Идут какие-то девчонки, говорят, о, мы вас узнали. Я говорю, сфоткайтесь с нами. Ой, а у меня плохая камера. Я говорю, на мой. Я заставила их с нами... Мы с Сашей гуляли. Заставила их с нами сфотографироваться. Я говорю, напишите мне в Инстаграме потом, я вам скину фотографию. Хорошо. Ну, короче, у меня бывает вот такое, что, типа, в смысле, узнавайте, давайте меня быстро, я что тут хожу. Вы смотрите женский стендап? Конечно. Да? Как классно, и мужчины, видите, смотрят. Ну, я на самом деле, да. Да, супер. Вам нравится, да, юмор, да? Даже когда про мужчины шутят. Да, давайте мы просим сфоткать. Конечно, давайте мы вас сфоткаем. Давайте, давайте, идите туда, в кадр. Класс. Давайте и так. Кстати, женский стендап, новый сезон, выход 19-го числа. Спасибо большое, до свидания. До свидания. Спасибо. Есть ощущение, что вы их наняли, дослали сюда. Да, да, да. Наташа, выпускай группу. Нет, это знаешь, это я тебя такая спрашиваю, я вообще узнают все, что это такая, так быстро, подошлите кого-нибудь. Ну, я думаю, они увидели, что-то снимают, камеру присмотрелись, кто, и такие, а, понятно, прикол, надо идти, надо хватать. Нет, еще классно, многие просто не подходят, потому что неудобно. Я, например, помню себя, когда я не имела никакого отношения к медиа-индустрии, мне было неловко подходить к артистам или даже делать вид, что я их увидела и узнала. Мне казалось, как-то выше этого. Ну, да, да, как-то это странно. Прекрасно. Зачем? У меня тоже такое было. Я когда первый раз приехала, ну, первые разы на Сочинский фестиваль КВН, и, конечно, ты видишь, еще и из Хабаровска, то есть, ну, самая вот эта дальняя точка, ты приезжаешь, господи, видишь там вот всех этих людей, такая, я так хочу, я не буду, мне стрёмно фоткаться, я не пойду. Ну, вот мы когда в премьерку первый раз попали, мне было 18 лет, меня привезли петь, я приехала. И я когда увидела вот этих всех, первая моя фотка с селеба, это был Илья Швецов, полиграф-полиграфыч. Они мне так безумно нравились, и я прям, ну, не удержалась, я пошла фоткаться, да. Ну, тебя не послали, сделали фото все. Да, да, все нормально. Не было у тебя неприятного опыта, когда к тебе сказали, извините, я не фото. Нет, нет, такого не было. Сейчас у меня Илья Швецов в друзьях ВКонтакте. Да, ну, вообще. Даже визуализация своего рода. И давно я узнала новость, которая меня очень порадовала. На Яндекс.Маркете теперь можно заказывать бренды витаминов, представленные на сайте iHerb, который мы с моей семьей очень любим. И круто то, что срок доставки составляет 1-2 дня, а не месяц, как обычно. Я уже посмотрела ассортимент товаров Яндекс.Маркета, и тут есть многие бестселлеры iHerb, которые я люблю. Заказывать напрямую с Яндекс.Маркета намного выгоднее, чем через посредников. И не нужно ждать доставку по несколько недель. А вот это я принимаю регулярно, особенно в зимний период. Это витамины омега-3, витамин С и комплекс для поддержания иммунитета с витамином D. Переходите на Яндекс.Маркет и покупайте витамины для вашего здоровья. А по моим промокодам вы получаете дополнительную скидку как на первую покупку, так и на повторную. Вся информация в описании. Женский форум, проект, мне кажется, достаточно успешный в ютюбе. Он очень хороший просмотр. Это правда. Я сама с удовольствием его смотрю. Правда, круто. Я тебе объясню. Вот есть ЧБД для пацанов. Мне кажется, это проект, который им очень нравится. Может быть, девочкам каким-то тоже он нравится. Это, кстати, так круто. И вообще я убеждена глубоко, что у нас основной потребитель юмортического контента в стране это женщины, потому что женщинам нравится смотреть на смешных мужчин и визуализировать их рядом с собой. То есть, условно, когда мы снимали выпуск с Ильей Макаровым, у нас тогда была посадка в зале 40 человек и было 40 женщин, которые пришли вот с такими декольте все. И когда он в кадре сказал, что у него есть краля, там вздох был. Он такой по залу пронесся. Поэтому мне кажется, это так круто, что ЧБД стало тем проектом, который смотрят парни, который, типа, не стыдно сказать, что ты его смотришь, даже если ты там реальный пацан. Ну, там нет, подожди, там просто еще юмор очень жесткий для меня. Они на какие-то запрещенные темы шутят, на которые обычно не принято шутить. Ну, из серии, да, там не принято шутить. Бодишейминг, все остальное. Ну, все вообще там, когда Мигеля пригласили, начали шутить над цветом его кожи, там начали над ориентацией шутить, когда какие-то другие приходили. Ну, я к тому говорю... Обожаю это все. Да, ну, то есть это реально запрещенные темы, над которыми как бы неудобно шутить. И поэтому людям интересно наблюдать за тем, как вот они это все делают. Американский юмор такой. У них вот больше комики это делают. Поэтому они такие звезды. Потому что они себе это позволили, одними... Одни из первых вообще в этой стране позволили себе переступить эту грань. И это так всех восхитило, что они взлетели просто до небес. Они невероятные звезды сейчас. Это вообще суперкруто. Восхищаюсь. Вообще каждому из них очень классные. Они молодцы, конечно. Ну, при этом я лично... Мне тяжело смотреть этот проект. Там действительно были некоторые прям герои, которые по ним очень жестко проезжались. И я говорю, мне было прям неловко смотреть за этим, наблюдать, как человека уничтожают. Для меня тоже интересно. Вот мы много это обсуждали. Там когда-то, то есть сейчас ЧБД-то уже как бы не выходят. Взяли они паузу или вообще на стоп поставились. Никто не знает. То есть вы тоже не в курсе того, что там происходит? Нет, это, конечно, закрытая информация. Только вот они сами знают, что у них происходит. Ну, я искренне надеюсь, что они когда-нибудь вернутся. Вот. Я не понимаю гостей, которые приходят, а потом говорят, какой кошмар, было ужасно. Вообще козлы вонючие меня там обосрали. Так ты же знал или там слэш знала, куда ты идешь. Ты же видел этот проект первым гостем, ты не был там, например, ты там уже десятый по счету. И ты такой, ну я им там сейчас всем напихаю. Да, конечно, нет. Это их профессия, это их работа. Они тебе напихают. Сто процентов. Не сомневайся в этом. Да. По самым больным причем точкам пройдутся и вообще не заметят даже. И люди соглашаются на это, а потом говорят, блин, что-то зря я пришел, они козлы вонючки. Блин, ты же знал, какой идешь. Как раз на контрасте, если говорить о женском форуме, то вот для меня это прям отдушина, потому что я реально ржу, во-первых, ну и девчонки. Мне может быть ближе то, что вы как бы все равно на темы говорите, которые мне как-то знакомы и близки. И как-то вы все равно не такие жесткие. Ну то есть вы шутите жестко, но все равно это в каких-то рамках, в принципе. Ну вот ты как считаешь, в чем успех этого проекта? Не знаю. Не знаю, наверное, откликаемся. Наверное, в том, что девчонки тоже себя узнают, и им нравится. Многие пишут комментарии, просто подходят, говорят, я вот посмотрела ваш выпуск, посмотрела. Кстати, у нас мужчины-зрители тоже есть. Ну как мы видели на улице, очень даже. Да. Посмотрела выпуск, как будто с подругами на кухне поболтала. Наверное, в этом и есть какой-то вот шарм определенный, в том, что мы просто такие вот родные. Вот такой вот родной какой-то свой вайб, что мы просто к подружке общаемся. Нам еще нравится, что у нас уже появилась своя аудитория, свой зритель. У нас в телеграм-канале постоянно трынешь какой-то в комментариях, там просто вот такие ветки вырастают. Они уже между собой болтают, там уже какие-то свидания назначаются в комментариях. Ну там реально, то есть люди приходят, они с нами общаются, какие-то подарки приносят, все такое. А нам это так приятно. И, наверное, здесь тоже срабатывает какой-то вот, вот типа комплекс самозванца-провинциала и всего прочего. Ты думаешь, да я вообще не звезда, я всего этого не заслуживаю, спасибо вам большое, вот вам этот подарок, тогда вот вам от меня что-нибудь возьмите. Ну, короче, не знаю, наверное, вот какое-то такое просто родное какое-то такое настроение, может быть, в этом прикол. Но это все импровизация, да, с вашей стороны? Или вы сухом работаете, вам кто-то подсказывает? Нет, нет, во-первых, я не представляю, как работать сухом. Мне кажется, это так тяжело, тут просто слышишь голос в голове. Я не пробовала ни разу, но мне кажется, было бы странно. В чем прикол импровизации? В том, что это всегда живо, и даже самая простая шутка зайдет намного ярче, чем она зашла бы, если бы она была написанной, проверенной. Потому что, когда люди приходят на стендап, они понимают, что они сейчас услышат, ну, большинство, есть те, которые думают, что это все на ходу придумывается, это не так. Они сейчас услышат что-то подготовленное, типа 100% хорошее, а учитывая репутацию, например, женского стендапа, они знают, что они, типа, качественный юмор сейчас услышат. А когда ты приходишь на импровизацию, условно, ты знаешь, что ты не знаешь, что тебя ждет, и мы не знаем, что нас ждет, и в этом вообще супер. Мы уже пробовали на заре, так скажем, женского форума, пробовали готовиться сами, то есть мы как делали, каждая из нас готовила какое-то количество тем, ребята, наши продюсеры, Рустам и Артем, они отбирали какие-то темы, и нам говорили, типа, Варя, вот в этом моторе будет твоя тема, вот это. Ну, это было сделано для того, чтобы я имела возможность точно знать какие-то векторы, куда шутить, какую-то историю припомнила, девчонки не знали, и так у каждой. Но потом мы от этого отказались, потому что, когда реакция живая и яркая, это всегда намного круче. У нас были такие выпуски, вот там с Игорем, например, Джабраилом, вообще один из моих любимых выпусков, когда я плакала реально от смеха. Во время полагогу акта у моего мужа храни господь его душу случился инфаркт. Признаюсь сразу, я не сразу даже заметила. Во время секса глаза постоянно закрываю. Привычка такая, сама была тогда сверху, да и... Твой не упал, стоял полный час. Конечно, к маму, он окоченел. При жизни бы так, а то я так распил. Когда читала эту тему, я думаю, что если бы я узнала заранее, у меня такой реакции бы, конечно, не было. Я реально, я пала вот так на колени, и у меня слезы были. Истерика какая-то вообще. Ну, просто... Ну, с Гошей Карцевым тоже тогда мы не селились, да. Потрясающий был выпуск вообще. Друзья, отбой по истории, отбой. Макта закрыли. И новогодний выпуск какой был крутой. Вообще, последний пул, который все еще выходит, там Соболевым был супер-классный мотор, я тоже угорала вообще до слез. Я просто очень сильно люблю Соболя. Потом с Миногаровой у нас скоро Машей выйдет выпуск. И тоже очень смешной. Есть какие-то запрещенные темы для тебя в юморе? Ну, какие-то, наверное... Вообще, короче, вообще по жизни для меня нет никаких запретных тем. Я вот люблю про все пошутить. Простите, про религию. Про смерть, про все. Обожаю вообще. Но, конечно, есть определенная цензура телевидения, проектов и всего прочего, которая, ну, какие-то темы высекает. Ну, цензуры высекают, наверное, политические в основном темы, да? И там, не знаю, про ориентацию и... Ну, разные. Смотря в каких реалиях мы живем сегодня, в данный конкретный день. Такова и цензура, к сожалению. Но лично для меня просто в жизни запретных тем вообще нет никаких. Но вот кроме, пожалуй, ну, не очень я люблю откровенную физиологию. Иногда бывает неприятно. А так в целом вообще с кайфом. На все темы шучу. Ну, а если человек, там, недееспособный, вот эти все темы? Всему есть определенное время, определенное место. Конечно, там, насмехаться над инвалидом в лицо и в жизни не стану никогда. Но если мы, там, с друзьями сидим, допустим, на кухне, веселимся, что-то там разошлись. И, да, есть такое... Бывает такое состояние, когда вы настолько сильно угораете, что вы просто по полу... У меня такое бывает. Ну, у нас с друзьями бывает такое, что мы ржем настолько, что, ну, типа, ты хватаешься, не можешь вдохнуть. Там бывают разные темы. И никто никакой цензуры не ставит. Ну, а сама вот ты... Насчет чего ты любишь все-таки шутить больше всего? Ой, да не знаю. Просто, чё, к слову, придется. Мне нравится просто разных людей показывать. Какие они есть над собой, над моими близкими, которые вот тут сидят. Почему бы что-нибудь не вкинуть? Ну, а на сцене, конечно, вообще, мне кажется, всё очевидно. Есть просто какие-то, ну, мои приколы региональные, какие-то темы, какие-то женщины, какие-то мужчины. Сейчас уже этого поменьше стало. Не очень успеваю, если честно, делать тонкие подмечания. Хочется, чтобы вот эти... Ну, это называется словом отыгрыш. Чтобы эти отыгрыши были, ну, такие прям классные, тонкие. Как вот у меня есть хорошие вот какие-то примеры, любимые отыгрыши, которые я там до сих пор с теплом вспоминаю. И думаю, блин, уже не придумаю такое. Жаль. А сейчас просто иногда действительно вот как будто бы времени не хватает, чтобы понаблюдать за людьми, снять какую-то манеру разговора, там ещё что-то. Все видели такого мужчину, который вот так себя ведёт. Сейчас вот нечасто удаётся. Сейчас достаточно турбулентный период. Вот в такие периоды уместно вообще шутить и продолжать... Продолжать жить, да. Ну, необходимо продолжать смеяться и поддерживать в себе какую-то волю к жизни, чтобы, ну, как-то не сойти с ума, наверное. Вот. Продолжать просто жить в своём обычном темпе. Так как мы, психологи, делали очень много там каких-то подкастов, советов и прочего там для людей вот в настоящей нашей реальной жизни, продолжайте следовать своему расписанию. Моё расписание — писать, шутки, выступать. Моё обычное расписание. Я продолжаю жить в своём расписании. Вот ты мечтала в детстве о том, что ты будешь популярной, известной, что к тебе будут люди на улице подходить. Ты этого хотела? Ну, я в детстве мечтала быть попеременно то актрисой, то классным руководителем, потому что мне журнал нравилось заполнять. Потом в седьмом классе я стала участвовать в игре «Патриот». Я в армии служить хотела. Короче, чего я только не хотела. Но вот, наверное, мама меня таскала по всяким кружкам, секциям, танцевальным, вокал, театральная студия и всё остальное. И потом я в КВ начала играть. И я поняла, что, наверное, я всегда к этому как-то шла, стремилась к тому, чтобы творчеством каким-то заниматься. Мне этого хотелось. И мне так нравилось ощущение, что я на сцене, что мне аплодируют, что мне говорят, какая я молодец. Я, в принципе, выросла в этом ощущении. Вот с тобой до начала обсуждали, что мы поколение людей, которые жаждут чужого одобрения. И я, наверное, выросла в этой атмосфере, что мне хотелось одобрения, восхищения, чтобы мне говорили, какая я классная и молодец. Наверное, меня это в какой-то мере взрастило и в эту профессию в итоге привело. А когда я начала играть в КВН, тут уже вообще абсолютно спорить было тяжело. Да, мне хотелось, чтобы это к чему-то привело. Я в какой-то момент в КВН, когда почувствовала, что у меня получается, и я что-то могу, я такая, я хочу этим все время заниматься. То есть я бы хотела, чтобы юмор мне приносил деньги. Что, с одной стороны, ты получаешь это одобрение, что тебя аплодируют и смеются над твоими шутками, что ты в центре внимания. А с другой стороны, это еще и деньги приносит. Да, но, к сожалению, в КВН это большая редкость и сложность получать удовольствие и зарабатывать одновременно. У меня там, последние года три перед переездом, у меня стало получаться, я начала там редактировать школьную лигу, университетскую лигу, там региональную лигу. Если вы тогда платили какие-то деньги. Да, там небольшие были деньги. Писала команде школьной. Ну вот, когда я работала в университете в своем, у меня должность называлась специалист по работе с молодежью. Это, кстати, был единственный раз, когда мне пригодился диплом, когда я устраивала диплом моего университета, когда я устраивалась на работу в свой же университет. 12 тысяч зарплата была в месяц. Да, но у меня был неофициальный доход, потому что я ездила редактировать юниор-лигу во Владивостоке и вела ее тоже. Ну, там небольшие были деньги, но как бы там... Ну, вот 12 тысяч там, что на эти деньги можно купить? Да, господи, ничего. А, тоже так же, как в Москве. Ну, конечно. Прикол был в том, что я тогда жила в своей квартире, за которую мне не нужно было платить, там только ЖКХ, а там из больших плюсов Дальнего Востока недорогая коммуналка. То есть, условно, там я 2 тысячи в месяц платила, и это такая, нормально. Ну, мама тогда я хорошо зарабатывала, потому что она уехала на заработки. Короче, в Комсомольский район там была программа, что-то вроде учитель на селе, у нее вот хорошие деньги тогда пошли, то есть, 50 тысяч в нашей семье, это там большие были бабки на тот момент, очень. Вот, это мы иногда хоть чуть-чуть голову как-то подняли, вот, и я начала, то есть, подрабатывать, потом вот все больше зарабатывать. Ну, то есть, писала команде, ну, там за одну игру, типа, там, получала 1015, например. Ну, это уже хорошие деньги. Ну, 4 игры в год, ну, в целом, да. А, в год? Да, да, конечно, это же сезон, то есть, то есть, то есть, 5 игр, там, если до финала дошли. И мне так хотелось, чтобы это приносило доход стабильно, чтобы это еще удовольствие приносило, чтобы вот как-то, ну, заземлиться хотелось все равно. Даже в этой профессии я понимала, что это, ну, скорее всего, станет стабильно не скоро. Это и сейчас я бы не назвала стабильностью, вот, как бы, мою жизнь, потому что сфера такая текучка огромная, просто никогда не знаешь, когда ты выйдешь в тираж. То есть, ну, мне кажется, для артистов это большая вот боль такая, что надо брать сейчас, пока есть возможность, потому что потом такой возможности может не быть, ты не знаешь. Ну, и вот как-то не перегореть еще надо, мне кажется. Ну, это тоже. Потому что, когда появляется уже больше возможностей, там, больше денег ты начинаешь зарабатывать, как будто бы тебя, там, не знаю, начинают больше узнавать, как будто бы в какой-то момент этот голод пропадает, который вначале, мне кажется, подпитывает комиков артистов целом да есть такое это вот на начальных этапах там женском стендапе мне хотелось каждую секунду писать выступать лишь бы только вот типа закрепиться остаться чтобы там мне сказали да ты молодец все мы с тобой типа заключаем условно там содружество договор все ты работаешь у нас потому что ну сейчас уже я такая уже сейчас начинаю думать о том что кажется я иногда устаю кажется мне иногда нужно отдыхать и это конечно уже немножечко там начинаешь сбавлять обороты как-то по сторонам больше смотреть наверное вот ну вот нам ира михова в интервью как раз говорила о том что я устала мне реально нужно отдохнуть потому что я перестала получать удовольствие от того что я делаю я так много написала что сейчас мне уже очень сложно я помню всю свою жизнь рассказала во всех шутках и как будто бы я искрисалась то есть нет чтобы опять получить вот это вдохновение мне нужно отдохнуть прекрасно и понимаю я бы это сравнилась подводным плаванием когда ты первый раз окунаешься я ни разу не плавала под водой я вообще трусиха ужасная мне кажется как ты первый раз плаваешь с этой маской трубкой смотришь на кораллы ты восторге а потом тебе нужно поднять голову чтобы вдохнуть воздуха все равно иначе ты просто не сможешь получать удовольствие от этого подводного плавания просто потому что тебе не хватит кислорода все то же самое на самом деле ну да конечно поначалу есть такое сейчас ощущение или пока ты не достигла вот того дна да я не скажу что прям дна ну то есть конечно любая работа станет рутиной в любом случае но вот материальная все-таки вот составляющая тебя мотивирует то есть вот ты знаешь что ой так если буду больше работать буду еще больше зарабатывать есть давай я еще тут что-то побольше по делу ну да но сейчас я уже наверное как к такому этапу пришла когда я начала кое-чего отказываться то есть какие-то ну вообще в целом все съемки как правило благотворительные потому что мы там все одном продакшене работаем одно дело делаем и ну то есть это бесплатно просто там для сказать торговать лицом к нам например ты пришла мы тебе не платить да но мне купили обед большое завтрак подожди обед еще будет ладно за обед я скину ну короче говоря иногда бывают какие-то там платные стоит по корпоративы там какие-то концерты и все остальное ну иногда я отказываюсь потому что такая ну кажется что сегодня вечером я уже достаточно навыступалась наверное я уже там не поеду на этот там я пожалуй откажусь но как правило я не отказываюсь потому что это не так часто бывает сейчас время такое что корпоратива встала вообще в принципе меньше ну поэтому если что-то выпадает конечно соглашаюсь еду денежку зарабатывать в конце концов я работаю чтобы мои собаки были хорошие игрушки а ты можешь выступать на корпоративах как отдельная единица или тебе нужно обязательно в составе делать нет нет мы выступаем на корпоративах как отдельный не у нас здесь концертный директор который этим занимается ну потому что ира говорила что она вообще не любит выступать на корпоративах она редко это делает и только за большие очень деньги потому что она как раз то не любит делать поэтому она ставит себе какой-то очень высокий цен у тебя такого нету 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 то есть условно ира и зоя могут себе это позволить потому что они топовые резиденты женского стендапа мы чуть менее топовые ты себя не считаешь топовым резидентом нет конечно нет почему ну я в горизонтале наравне со всеми не знаю мы все начинали в одно время и я бы не сказала что там я лучше чем все остальные мне безумно хочется быть лучше всех естественно это вот мой бич вечный но как-то вот не знаю почему бич мне кажется это же хорошо когда у тебя есть большая большая боли проблема меня так сильно гложет постоянно ревность зависть и все остальное что я хочу быть лучше всех я должна быть лучше всех я не могу я хуже все ну короче ты чувствуешь что ты как будто бы хуже а ты хочешь быть лучше не чувствуешь самом деле свою ценность ну пожалуй да но это все тоже проблема вот моего наверное какого-то такого воспитания что у меня мне с детства утвердили ты должна быть лучше всех давай 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 побеждай там нам нужна победа и все остальное мне конечно вот как-то это все так сильно еще ребенок разведенных родителей это тоже наверное своего рода отлажда отпечаток что вот меня должны заметить меня должны любить я вот должна быть там молодец и лучше всех ну да а какой самый большой страх если у тебя допустим что-то не получится ну вот не выиграла ты но вот они не прошла ты куда-то там дальше ну вот какой внутренний у тебя стану без ничего кану безызвестность не знаю меня забудут пропаду кто-то займет мое место и все остальное и я перестану зарабатывать деньги и мне придется продать квартиру я еще не выплатила ипотеку ой господи я же не могу не смогу маме помогать а что же я буду ну короче там вообще много факторов когда цена и за что хвалила последний раз вчера она была вчера концерт в крокусе и мне так понравились тысяч человек да ну не я собрала мы вместе это наша работа с этим обсуждали с девчонками потом с ритой обсуждали нагрет у меня какой-то вот нет ощущения что уголь это крокус я говорю мне кажется вот из-за того что мы все вместе это собрали то есть я не знаю сколько там людей условно пришли ради меня ну да лучше человек 700 на вышли блин я так просто думаю нас там 10 человек 6 тысяч ну где-то наверно там условно по 600 человек на лицо да вот пришли ну на кого-то больше там на кого-то меньше думал чек 700 на меня на пришли но я вот так но я думаю блин круто ну то есть мы мы все вместе молодцы но я не представляю что чтобы я ощутила условно если бы там я одна крокус собрала и на меня пришли там 6 тысяч человек мне были к и сольные концерты в питере мои единственные вообще сольные концерты на стендап и два дня подряд на меня вот пришел полный зал там немного людей там чуть больше ста там в совокупности там было чек 250 наверное 260 но это такое классное ощущение все эти люди пришли на меня и они даже с полу шуток смеются я просто говорю типа здравствуйте они уже рады были надо круто такой крутой обмен энергии вообще но вот в москве сольные концерты еще не делала ни разу но я делаю квартирник проект надеюсь что мы будем его снимать скором времени вот мы делали уж несколько техничек было так классно тоже приходят люди не даже там за деньги приходит это прикольно такое ощущение но ты ты планируешь в дальнейшем то есть какая-то цель что ты будешь отдельно потом уже собирать вот такие огромные залы на 5000 10 тысяч ну не знаю конечно наверное это было бы прикольно приятно я не я бы не сказала что есть такие амбиции именно жанре стендап то есть мне бы хотелось чтобы вот у меня был мой проект вот моё шоу и она бы стабильно там условно собирала там какое-то количество людей то есть мне интересно не единоразовая вот это а более наверное какая-то стабильная регулярная история вот мне это больше нравится чтобы это же может быть как гастроль такой знаешь у тебя есть какой-то какая-то программа с которой ты ездишь уже по городам да я об этом пока предметно не задумывалась пока просто наверное на это нет времени силы амбиций толком ну как будто бы не время для моего там варвара червакова со своим сольным концертом наверное пока еще нет но как когда-то наверное это будет в общем есть мечта в юморе есть реально мечта в профессии я ну я скажу я не суверное в этом плане я мечтаю о своем вечернем шоу в оффлайн которое никуда не будет сниматься как мюзикл на бродвее все знают что она проходит и все ради него приезжают в москву чтобы его посмотреть живую слушай да очень крутая мечта я очень желаю чтобы она у тебя исполнилась спасибо я уверена что мы потом через несколько лет будем вспоминать что ты первый раз озвучила у нас в программе как раз я буду говорить вот она у меня сказала вот смотри вот я сижу вот я сижу молодец почему как тебе кажется сейчас вот принципе главными звездами стали юмористы то есть и если говорить о интернет-площадке также говорить о телевидении все это реально такие прям как раньше рок-звезды были мне кажется сейчас вот юмористы стали такими звездами сейчас вообще вот тема стендапа юмора она как-то очень востребована огромное количество людей стало ходить на эти все концерты отчетники какое-то количество несметное просто появляется всяких шоу тоже мемористических каналов на ютюбе просто миллиард уже вот почему что что сейчас такого происходит почему вот именно сейчас такой бум честно говоря не знаю мне кажется вообще все как-то этапами история вообще достаточно такая циклична цикличная периодическая то есть имеет определенные какие-то периоды этапы ну вот наверное сейчас пришло время смеха юмора да круто вообще когда-то там все вот писались порок звездам потом поп-звездам сейчас вот пришло время юмора сейчас здорово и и песни стараются как будто бы артисты музыкальные тоже в каком-то юмористическом ключе писать он как киркоров со своим цветом настроения синий взорвал вообще просто разнес я не знаю мне кажется что появилось много вариантов юмористического контента во первых его просто реально много куча раньше был квн и интерес был невероятно высокий то есть я как человек который играл у себя в городе в квн там за тысячи седьмого года у нас тогда были полные залы на школьной лиге сейчас уже интерес к вену сильно упал ну и качество тоже честно говоря тоже вот но потому что говорила в каком-то интервью что в квн мало справедливо да да что ты имела ввиду ну много чего много совокупность различных факторов когда вот есть чемпионство за заслуги ну и все знают финансовой стороне вопроса о том что в телевизионных лигах высшего порядка тебе дают кипу билетов и говорят продавай выкупайте билеты платите за фотографа 5000 иначе вам фотки не скинут это же просто организация которая живет по своим правилам ну как бы вот раскрываю тайны не ну и плюс для того чтобы стать участником тоже квн а ты тоже должен сейчас за все это платить ну есть варианты играть без денег но это варианты которые не принесут тебе ну даже какой-то мифической медийности честно вообще в принципе квн мало кому медийность какую-то принес те кто успел стать звездами это вот мне кажется союз были последние кто успел все они стали все остальные уже камазяки да да камазяки союз последнее вот это поколение которое успела вот так выстрелить мощно что они сейчас звезды так они поддерживают сейчас эту свою звездность на другом канале уже вот а там ну просто вот финансовый вопрос мы играли так что мы занимали просто деньги у всех подряд мы до сих пор должны моей маме оксаниному папе поэтому здесь какая-то обида на квн ну есть незакрытый гештальт я мечтала попасть в вышку так и не попала есть обида конечно потому что я считаю что там условно не знаю ну мы должны были вот мы наши конкретно вот командой моей последней вот женской этой сборной хабаровского края мы должны были пройти более яркий путь который должен был закончиться более удачно и успешно мы этого заслуживали реально и было так обидно что какая-то что-то не знаю политика сыграла свою я не знаю что но в итоге вот мы так бесславно ушли ну ладно каждый зажил своей жизнью я думаю что это должно было быть по-другому да какая-то обида есть но вот ты когда анализировала ты говоришь политика что имеется ввиду что кто-то другой должен был просто выиграть но этот год мне кажется что да мне кажется есть все таки какая-то конъюнктура конечно есть какие-то договоренности все знают про эти смс которые с балкона приходят и все остальное такое типа не знаю у меня обида есть конечно не знаю насколько я еще могу это все рассказывать но слухов было много и все кто в этой тусовке все друг друга знают и такое все конечно сейчас уже появилась куча других площадок где как бы появляются вот эти вот юмористы сейчас в квн ты не единственная кузница вот этих талантов вот поэтому мне кажется сейчас и настал настала эпоха юмора потому что появилось много альтернативы я говорю мы когда играли в регионе там и я уверена что в других регионах было также интерес был бешеный поэтому но прикол был в том что больше не было другой альтернативы а сейчас столько альтернативы появился камеди баттл потом открытый микрофон это все вот камеди клаб продакшн проекты на вот например те же ребята из чбд рустам и там би лена кука они у них кого не был не самый успешный путь в камеди баттли как они вообще встрельнули и какими звездами стали сейчас поэтому мне кажется что многих этот пример и примеры других ребят очень сильно вдохновили и люди прям стали стараться свое лицо продвигать как-то где-то принимать участие ездить на кастинге как по мне импровизация команды вообще мощно заменила квн в регионах потому что туда не нужны взносы туда не нужно долго и муторно писать и проходить эту порой часто несправедливую редактуру вкусовщину и все остальное ты просто выходишь импровизируешь кайфуешь а это такое мощное движение стало а можно ли человек научить вообще юмору шутить конечно конечно даже вот как профессию сделать для себя конечно возможно конечно даже если у тебя нет чувства юмора ты все равно можешь ну вообще без чувства юмора наверно будет сложновато но в целом по факту юмор это математика ты в какой-то момент осознаешь как по какой схеме придумывается шутка прокачиваешься в этом и все ты хорош готова есть некая технология есть конечно который ты обучишься ты можешь придать ее использовать да вот у нас например сашинка муратова вообще в логистике работала ей подарили курсы стендапа и она пришла и вот пожалуйста то есть она принципе через курсы стендапа стала одной из самых известных в принципе женском стендапе не только в женском она супер вообще смешная она разносит как этим своим вот этой своей стойкой по стулу еще ударил пошла сейчас 31 я заметила это такой возраст когда стали появляться люди которые считают что достигли больше чем ты родили конечно когда у тебя есть природная какая-то харизма энергетика это вообще плюс 100 еще к твоему успеху но научиться может вообще любой человек но кстати я в жизни реально встречала пару человек вообще без чувства юмора я не знаю как они живут если честно есть такие люди в моем окружении тоже ты шутишь и они они вообще не понимают да не но все-таки еще есть разное чувство юмора тоже и бывает шутки которые вот кому-то кажутся очень смешными я например иногда смотрю какие-то фильмы над которыми все ржут на я сижу и такая что там было смешно но мы миллеры же супер да это вообще это огонь огнище нет но есть какой-то юмор который для меня например либо слишком примитивным кажется либо ниже пояса и я совсем думаю что это какая-то глупость а есть какой-то юмор который ну более интеллектуальный если можно так его назвать и ты как-то ну реально или себя там увидел узнал или кого-то из близких своих и ты над этим поржешь мне кажется то благодаря чему в принципе женский стендап такой успешный популярный потому что там синтез хороший синтез простых шуток про секс про коричневые какие-то темы порой бывают до чего только нет и хороших умных мыслей и шуток и так далее и вместе все это дает пищу для всех видов публики аудитории от такой до такой каждый узнает себя каждый что-то для себя найдет когда в одной передаче там условно я выхожу с каким-то простым приземленным юмором и маша маркова как мы абсолютно разные и на любой вкус вот просто такой простой пример поэтому мне кажется есть в этом какой-то шарм именно в том что нас собрали именно вот в таком составе я хочу сделать собой одну рубрику называется ассоциации которые я буду называть тебе разных твоих коллег а ты будешь говорить с чем может быть какой историю тебя не ассоциируется ну в общем немного поговорила их коллег так скажем мы не сплетничаем мы просто обсуждать конечно ури ты же три мужа было так еще не спросили зои яровицына она трудяга главная да да она трудяга много работает и очень много экспериментирует мне нравится что у нее есть какие-то классные прикольные схемы которые интересно подмечать и что-то где-то ковырнуть взять она найдет о чем поговорить с любым человеком мне нравится что как они допустим какие они разные люди по складу с ритой но тема книг это у них просто за уши не оттащишь как они сядут про книги разговаривать ну то есть мне нравится что у зои есть подход типа к любому человеку она с любым человеком найдет о чем поговорить а ты вообще следить за всеми своими коллегами что они делают стукиру жестко не но я имею ввиду что следишь за тем что они профессии делают за их выступлениями набираешься каких-то фишек или ты наоборот невозможно не следить мы постоянно вместе и постоянно выступаем вместе и ты так или иначе все равно там что-то видишь слышишь кто о чем рассказывает если там в течение цикла не слышал там на съемках услышал что процентов поэтому если говорить не только от твоих непосредственных коллегах на прямых с кем ты в женском стендапе а если говорить в целом про вашу честно скажу что я за очень ограниченным кругом людей как бы я не слежу но если кто-то попадается есть люди которые мне очень импонируют например не очень нравится там валя сидоров мы там несколько раз писали вместе какой-то у нас есть схожий вайб это полезно на самом деле понаблюдать за тем кто что еще делает кто о чем рассказывает у кого какие темы и так далее даже если я слышу какую-то тему которая как мне кажется там мною вот написано или может быть написано я себя не ограничиваю потому что в конечном итоге у нас даже в женском стендапе за шесть сезонов было столько повторов но именно в плане тем но на каждую тему ты смотришь своим конкретным взглядом не знаю там на тему отношений сколько у нас раз прозвучала фраза у меня нет парня но каждый раз это новый какой-то взгляд от конкретного человека поэтому вообще я себя вот в этом не ограничиваю просто интересно понаблюдать кто о чем рассказывает я например была очень впечатлена монологом артема винокура право про бананы реально восемь минут про бананы но это было так смешно и я искренне угорала прям в голос неожиданно но он любит такое но ты больше любишь смотреть за парнями или все-таки за девушками или без разницы ну девушек недостаточно на работе на всех моих четырех работах у меня все коллективы женские я в каждую девушку юморе воспринимаю как конкурентку если честно поэтому парней я с более легким сердцем смотрю просто спокойно наблюдаю а девушек уже так она про это рассказала у надежи такая тема да и сказать вот круче почему вот получается у вас в авторской группе одни пацаны ну это вопрос ира не отвечал на него нет хорошо ну я не знаю насколько я могу очень это ответить но насколько я знаю изначально в авторскую группу набирали парней потому что девушка бы в любом случае захотела выступать рано или поздно я как бы логически тоже думала что зачем брать девушку в авторскую группу если можно ее на сцену поставить есть такое что те кто сидят условно за кадром и пишут тексты не всегда хотят в кадр и есть такие конечно некоторые просто любят быть за кадром и не у всех получается может быть стендап такой жанр если ты вообще перестаешь выступать в какой-то момент ты теряешь актуальность свою даже как автор ты не понимаешь вот эту энергетику общения с людьми что людям сейчас нравится что актуально что там условно работает заходит то есть ты можешь писать гениальные шутки но есть какие-то вещи которые даже не прописаны но там я знаю что от меня вот это сработает просто в интонации и если ты перестаешь выступать ты это просто теряешь у нас ребята вот все продолжают выступать к чей юмор тебе ближе всего из девушка сложно сказать не знаю для меня меня из моих вот коллег вы именно вот в женском стендапе много кто веселит так что я прям угораю было карина да мне вообще ну просто весело есть иной раз услышишь какую-то шутку у кого-то и угораешь маша меня веселит тоже безумно у нее есть какие-то нравится ее схема она начинает рассказывать какую-то историю и как будто бы вот так постепенно раскачивается и доводит до какого-то вообще до истомы какой-то зритель просто когда момент уже в истерике и она вместе то есть она даже начать как-то громче говорить это так интерес прикольный прием я тоже попробовала так сделать но классно вот пару блоков у меня получилось когда ты начинаешь эмоционально разгоняться и то есть зритель сначала не понимает въезжает а потом на ту волну подсаживается и угорают уже просто там какой-то момент истерический там какой то уже смех и вот у маши такая есть прикольная схема и мне очень нравится ее слушать у нее есть прикольный блок про самолеты а у нее аэрофобия она с ней борется отчаянно и у нее есть прикольный блок там акт она просто спрашивает а кто откидывает спинку в самолете люди начинают аплодировать и она как понесла свою она всем напихала всем раздала ну короче это так ну прикольно наблюдать да вот есть шутки которые меня прям сильно разносит там девчонок вот но по-моему вот трех человек а вика слачкова или вика слачкова мне нравится в целом она очень классная смешная в жизни есть не несколько раз общалась она не дает тебе слова вставить она ля-ля-ля-ля-ля-ля как пулемет реально у нее куча историй они не заканчиваются вообще никогда поэтому это идеальный гость для женского форума все никак мы не можем графики наши соотнести чтобы она в гости пришла к сожалению но мы вот все надеемся что она придет и мы отдохнем потому что вика поболтает а юля акмедова не не очень близок ее юмор и она потому что наверное короче как сказать она когда она жила первой как бы первым лицом женским стендапе и она сняла весь верхний слой который только можно было снять про вес отношения внешность там про все вообще про там роль женщины в этом мире что сейчас остались у нее какие-то более глубокие темы размышления которые мне не очень близки саша муратова до твоя коллега ты кстати они часто вообще рассказываешь говоришь упоминаешь мы жили вместе вот почему мы жили вместе два года до втроем в квартире сначала мы жили я саша сауле потом сауле съехала мы жили я саша белла потом съехала я вот они теперь живут вдвоем мы завели кота саше вместе но это было очень романтично да это был больше ее код поэтому он с ней остался конечно после развода ты оставила да да я уехал распределили его так и зовут кот кот мы не придумали имени к сожалению ну кстати кот хорошие кот котик да да ира мягкова мой руководитель начальника какой начальника она ну я не знаю как объяснить то наверное строгий справедливый требовательный требовательный да но и наверное это дает свои плоды потому что шоу-то процветает все классно у нас вчера был в крокусе концерт и маша заканчивала спать и после нее было и мы сырой стояли за кулисами и ира вот ждала когда она закончится чтобы выйти я так в спину посмотрела думаю блин должно быть ей так круто сейчас что она ну вот это как бы придумала создала да то есть вот они как они сейчас зои кайфуют что они создали такой проект который собирает крокус мне кажется это крутое ощущение но я так даже чуть-чуть погордилась так думаю классно здорово чему она тебя научила ну во первых самом начале когда только в женский стадо пришла она очень кропотливо долго и терпеливо объясняла что нужно делать как нужно делать порой не совсем понимая сама нагреть я не могу объяснить не могу понять но вот надо куда-то вот сюда да вот так правильно так хорошо делай вот это вот это не надо ну короче она очень ну как будто бы вот у нее есть мнение по по каждой и она с каждой вот как-то проводила проводила какую-то работу да то есть было видно что у нее есть интерес в том чтобы шоу получилось а для этого нужно с каждой четко поработать она вам не рассмотрела что-то это была ее инициатива чтобы вот я пришла попробовать это был вот открытым женский открытый микрофон был фестиваль панчлайн москве я пришла и выступила и ира такая типа давайте давайте пробовать и вот как-то получилось катя варнава а это очень не коллега нифига коллега ну как бы она тоже в этом жанре так скажем работает блин вот мне кажется если бы у меня как у женщины комика был свой иконостас я бы туда и варнава бы куда-нибудь присобачила бы она для меня явный символ женского юмора феминизма в профессии ну вот в целом что женщина может выходить выступать говорить делать что и хочется выглядеть как и хочется это вот отчасти и ее заслуга мне кажется тоже потому что она такую живую струю привнесла вообще в телек что ну я восхищаюсь ею правда я вот даже иногда так наблюдаю за ее там нынешними успехами на там и в кино снимается и в театре играет вообще молодец реально ну я с ней лично не знакома но я вот так смотрю на нее стороны думаю блинка она крутая молодец ты смотрела камень ему woman конечно это не бросла то есть нравилось тебе до нравилось очень хотела ты там тоже участвовать да было дело хотела мне кажется что я даже пыталась какой-то кастинг туда пройти но ничего не вышло ну как бы ладно у меня видимо более долгий должен был быть путь я слышала что у девчонок между собой у них были тоже хорошие отношения на все равно тоже была какая-то легкая конкуренция вообще женский коллектив нелегкая я уверена что нелегкая что женский коллектив обычно всегда говорят что там значит вот эти вот все подковерные игры все между собой там что-то там выясняют пытаются занять чужое место вот у вас при этом как мне кажется такого нет в коллективе немножко все таки почему-то у нас конечно же есть конкуренция просто она скрытая за счет того что проект не соревновательный это никак не ну как бы не объявляется условно то есть и так побеждает сегодня там саулею супова а все остальные проиграли но конкуренция у нас безусловно есть потому что нас очень много а передачи ограниченного хронометража нужно попасть в основную вечеринку не все попадают потом попадаете потом восемь человек а нас 16 час значит кто-то не попадет если не попадаешь ты мы уже знаем о моей болезненной позиции по отношению к поражениям не попадаешь ты ты расстраиваешься если ты попадаешь остальные не попадают остальные расстраиваются и конечно конкуренция есть конечно алексей чербаков твой однофамилец которого и брат до считают и путают я его просто обожаю давай здесь сразу обозначим что ты не супруга не сестра и не родственница я его просто обожаю вообще все правда восхищаюсь какой он непосредственно и крутой но при этом короче вообще он на самом деле в живую оказывается очень думающий интересный умный комик потому что я была мускариночка как-то ходили на техничку стендапа и он там был таким каким я его никогда в эфире не видела у него были такие интересные крутые какие-то мысли он что-то там как то классно рассуждал может быть потом это все обтесывается и в эфире он такой какой есть но он блин классный вообще но он супер определенное его время сейчас сто процентов мне вообще кажется что юмористы должны быть эрудированные глубокие и умные люди это не обязательно это не обязательно но если ты хочешь объять более широкую аудиторию это наверное необходимо потому что ты должен какие-то еще темы затрагивать помимо там не знаю вот у меня там девушка моя или там мой муж или вот там не знаю что на улице вчера женщина меня обхамила то есть кроме бытовых тем еще что-то должны проскальзывать еще какие-то приколы более там менее тонкие чтобы если ты хочешь чтобы аудитория твоя как-то вот ширилась росла наверно да мне кажется просто все большие звезды в юморе это все очень образованные очень глубокие очень интересные люди вот то есть среди них я просто не видела ни разу человека который вообще не может двух слов связать этом условно говоря что имеет свою точку зрения и не понимают как устроен мир и так далее все они все подкованные по сути еще прикол в том что это жанр такой разговорный текстовый где необходимо самому придумывать что говорить и самому формулировать это так чтобы людям это донести то есть если ты не можешь связать двух слов так ты их и не донесешь никогда потому что ты их не связал как они вон разрозненные лежат и связать не может ну короче говоря конечно необходимо быть образованным человек а иван абрамов в ковене была в безумной фанатка его творчество сейчас нет но что случилось с ним после к войну честно говоря мне кажется что он просто мне в этом жанре нравится меньше чем в том жанре в котором он работал в ковене именно вот пародии и он потрясающий актер и вот это все как ну он это делать великолепно нет слов а именно вот как стендап комик мне он не очень близок полтора года назад не был большой скандал я да ты знаешь о чем речь да вот как ты отнеслась к его высказываниям когда она первую родила грей годик спокойно ходи через годик уже соответственно будем взвешиваться я изменю сто процентов отношения к тебе и возможно тебе не изменю потому что такой отомщу за твои дополнительные килограммы но конечно я тебе будут носиться хуже вообще как ты считаешь что должна ли существовать вся культура отмены я вот так скажу это их личное семейное дело как они к этому относятся и как к этому относятся его супруга эльвира прекрасная вообще женщина красивая умная я думаю что это их личное дело просто он немного неграмотно это вынес медиаполе но он потом очень много сам иронизировал и об этом шутил и поэтому в целом я думаю что он вполне заслужил прощение уже наконец у широких масс просто но ты вообще считаешь что должна быть какая-то культура отмена после каких-то высказываний на широкую аудиторию от марата башарова до филиппа киркорова который тоже периодически как-то очень открыто кому-то высказывает какое-то свое недовольство девушкам женщины в том числе и вроде как начинается естественно в медиаполе там обсуждение критика но при этом как таковой отмены не происходит слава богу меня это так сильно смущает последние несколько лет напрягает это какая-то неразборчивая толерантность назовем это так куча каких-то странных новых условий для оскара что обязательно должны быть вот эти вот эти вот эти если их нет вы не можете претендовать что за бред как можно игнорировать например и первоисточник и снимать экранизацию с актерами которые совершенно для этого не подходят но только потому что есть сейчас как это какой-то новый пол условий полный бред как нам мне кажется джон роулинг которую отменили за ее абсолютно адекватное высказывание я его разделяю и считаю что она была права но когда начинают актеры гарри поттера высказываться и говорит да да мы с ней не согласны когда у нее хотели отобрать авторство ее ее вселенной она создала эту вселенную которую мою любимую вселенную я просто обожаю большой фанат гарри поттера и у нее хотели отобрать авторство потому что она высказала нетолерантную какую-то мысль полный бред и поэтому на мой взгляд вот эта культура отмена это просто я что-то завелась прям ужасно так быть не должно ну то есть как абрамов сказал о своей жене и на него накинулись как будто он сказал обо всех женщин при том что жена говорила мне нормально услышьте меня мне нормально а его облили таким ушатом говна да он был это был его была его оплошность что он это зачем-то вот вынес как бы в массы и это тоже вот меня если честно это так пугает вот чем быстрее приходит какая-то медийность популярность тем мне все страшнее становится я понимаю что там мои соцсети словно мне уже не принадлежат я не могу там уже какие-то вещи говорить которые там мне хочется мне уже вообще ничего не хочется выкладывать даже потому что я боюсь что меня сейчас там так извините меня напихают мне что я вообще удалю пост я пожалею я расстроюсь а есть что-то за что все-таки можно отменять наверное есть но я не берусь судить если честно не знаю если бы был какой-то конкретный пример типа вот за это можно я бы сказала наверное как мне кажется есть марат башаров например да какой-то момент он начал бить своих жен при том что это все естественно вышло каким-то образом за рамки их просто квартиры жизни и все об этом стали узнавать жены стали ходить на программы рассказывать показывать синяки после этого его все равно принципе приглашают и выступает на первом канале в рейтинговых шоу сниматься в разных фильмах и так далее то есть на него вот эта культура отмена никак не повлияло и вроде как если бы в америке например была подобная ситуация то вообще они там судятся это джонни депп потерял кучу работы потому что жена его судила его за то что он абьюзер и убил избивал в итоге отомстила ему как смогла надо он потерял кучу работы потому что выпила утром кофе с молоком пошла отомстила ему как смогла до нюанс был один там что я хочу сказать что у нас конечно такой кейс вообще невозможен вот считаешь ли ты что правильно все таки чтобы этот человек условно ну вот я и к западным то звездам тоже короче у меня вообще в принципе отношение к недосягаемым для меня людям то есть звездам актером там певцам и так далее для меня там скандал с джонни деппом может быть просто я такой человек вообще никакого влияния на мое отношение джонни деппу не возымел абсолютно то же самое марат башаров как я он не был моим любимым актером и мое отношение к нему вообще никак не изменилось ну то есть то что он делал в своей личной жизни это ужасно но границу таежный роман смотреть буду пересматриваю раз там в три года стабильно обожаю этот сериал смотрю битву экстрасенсов каюсь ну то есть и меня не смущает что именно он ее ведет хочу сделать с тобой один интерактив который мы делаем каждую программу с нашими героями называется он колесо баланса может быть ты так как ходишь психологу раз пробовала и и делала может быть даже возможно с психологами но суть в том что я называю разные сферы твоей жизни а ты оцениваешь их на определенное количество баллов то есть от 1 до 10 хорошо где 10 это охранительно все просто пушка а один это совсем все плохо карьера 8 8 но хорошо кстати да ты чувствуешь что ты уже но на взлете и процессе полета я бы так назвала а когда ты почувствуешь что это все 10 я надеюсь никогда не почувствовать я не хочу чувствовать предела мне больше нравится не видеть потолка чтобы это вот мы как-то с другом обсуждали что москва настолько какой-то дает ощущение простора тут небо высоко как будто бы есть куда стремиться всегда и для меня это и какое-то переносное значение тоже имеет потому что здесь всегда будет кто-то лучше тебя и всегда он этот этот кто-то дает себе стремление к чему-то вот каким-то новым достижением я надеюсь что десятки не будет никогда что мне всегда будет куда стремиться но вот все-таки если говорить карьере в профессии вот какая у тебя там глобальная цель следующие пункт назначения но может быть не знаю может быть это как-то слишком локально быть бесспорным комиком в котором никто не сомневается данная женщина там все авторы пишут в этом женском стендапе чтобы так никто не говорил чтобы не было сравнение условно нет но она что кривляется а вот это вот получше ну то есть чтобы никто не сомневался во мне как в профессионале я не знаю насколько это возможно сколько людей столько и мнения наверное такого не будет никогда потому что под одним и тем же монологом на том же ю тубе пишут гениально лучшее что я видел тут же под ним комментарий говно убейся ну то есть люди разные но наверное хочется быть может быть среди своих коллег бесспорным комиком следующий пункт финансы нет предела совершенства тоже конечно но если сравнивать с моим финансовым состоянием десятилетней давности пишет по 10 от 0 до того что есть сейчас безусловно то есть сейчас я могу себе позволить не считать там деньги так я хочу конкретно вот эти макароны не подешевле а конкретно вот эти я могу их себе взять я могу прийти в ресторан и я такая мама заказывает что хочешь мама поначалу скромничала потом мы посидели на 26000 ну то есть тоже хорошим быстро привыкаешь и наверное в этом что то есть первое что ты купила на какой-то большой гонорар когда ли крупная покупка какая у тебя была первая ну кроме квартиру сера знаем о том что ты ее в ипотеку взяла к бук это просто вообще это вечно который я молюсь я не знаю ну наверное когда ему будет уже совсем плохо я его решусь поменять но пока для меня это не просто очень крутой крутой гаджет для работы потому что реально там для работы для жизни но и знак для меня какой-то что вот ну это то чего я добилась сама что я смогла себе позволить какой-то статус да как будто бы ну не знаю ну да наверное вот что я наконец-то заработала достаточно чтобы не брать кредит это для меня важно потому что у нас семья такая мы всю жизнь в кредитах и для нас это никогда не было табу то есть у меня есть там коллега например на работе антон он говорит у меня принцип по жизни никогда не брать кредиты и игру ну классный принцип желаю тебе зарабатывать сюда столько чтобы никогда не брать кредиты потому что для нас это всегда была нормой а вот я кстати ничего против кредитов не имею понятно что микрозаймы лучше не берите вот но как бы а сейчас я могу себе позволить купить что-то без кредита на машину я накопила или меня это так ну круто я прям я и я молодец ты умеешь копить не за на машину накопила на мою на что всегда было что не могу большие всегда были проблемы именно вот у меня с ощущением финансов потому что не ну как-то не откуда было взять пример то есть у нас реально в семье у тебя были такие проблемы рассчитываешь ровно на ту сумму который имеешь данный момент нет такого что у меня там еще на счету миллиончик лежит сейчас пока на полтинничек живем вообще такого нет у тебя есть этот полтинник на два месяца условно и ты вот на него рассчитываешь что на всю семью семья и друзья почему-то это два в одном хотя это принципе веда разные категории давай начнем семьи семья сейчас не знаю как бы оценила наверное на семерочку у меня классная семья именно большая и большая да но то есть мне родители развелись поэтому с маминой семьей я как-то ближе и все детство там с ними провела и там мама много работала в том числе там в ночном киоске и меня мои тетки забывали садика забирать и всякое бывало ну то есть бабушка я росла с тетями там со своими с их детьми мама старше шести детей своей семье вот и мы все очень вот как-то всегда были близки но понятно что там с возрастом все равно какая-то обнаружилась разница в интересах и все такое и вот с переездом конечно тоже мы чуть-то подрастерялись но в целом вот я помню для меня это всегда такое классное теплое воспоминание ну бабушка умерла тоже наверное это стало своего рода каким-то таким катализатором наверное она была прям объединяющим фактором для нас вот какие-то всегда посиделки то есть вот в этом бабушка в частном доме всю жизнь прожила я помню вот даже прям двери открывали из гостиной чтобы кто-то хотя кто-то мог в арке в этой сидеть потому что настолько было много людей то есть шестеро детей у всех там мужья жены дети у большинства по двое там у кого-то по трое и вот всегда это большая семья и короче да но и с мамой вы близкие да да опять же тоже сейчас я уже наконец-то сепарировалась то есть у нас были сильно как бы такие близкие я бы даже сказала своего рода зависимые отношения потому что мы всю жизнь вдвоем еще родились в один день да да ну на самом деле нет она по паспорту 1 января родилась на самом деле третьего просто отец захотел очень сильно чтобы она первого была записана вот и не так как я можно было 64 год и так как я родилась первого числа мама пожертвовала этим днем ради моего полноценного как бы праздника то есть понятно что там до определенного возраста мы праздновали в один день и нам дарили один подарок на двоих да еще и на новый год день рождения то есть ну вам конь дарили на день рождения в девять лет сервис для матери ну вот это вот все поэтому мама пожертвовала вот этим днем чтобы он стал моим днем рождения теперь мы вами на рождение уже третьего стабильно отмечаем ну вот как происходило сепарация ты что для этого делала ну во-первых технология для этого большинстве своем мама все сделала потому что когда мне было 19 лет она резко уехала у нее были такие как бы трудности наверно в каком-то внутреннем состоянии связанные с работой там сильно ее подставили и она решила что и нужно сменить обстановку и она уехала на три года в поселок харпичан солнечного района под комсомольском это все на дальнем востоке в хабаровском крае три года на там жила это ну север конкретный то есть там сугробы вот такие она жила просто вну в деревне это поселок на тысячу человек работала в школе в которой топили дровну то есть дрова она в доме топила печь первое время она звонила плакала мне не получалось не понимала как потом я уже приезжаю под новый год там спустя три месяца она уже нормально там баня трещит и все там куры бегают и мне было 19 лет я впервые осталась без мамы одна в этой хате я просто через неделю я завела собаку нет кота сначала завела вот точно да был кот на фане потом его моменты зла и собаку тоже бы отвезла но очень молодая была у меня вообще не было на это ни времени невозможности потом начала подружек всяких все у меня жили у меня кто только не жил у меня бывали такие ситуации когда там не чувак какой-то 8 утра пишет в контакте варь привет можно я к тебе приду домой поживу пару дней а то меня выселили там из хостела я вообще всю ночь по хабаровску гулял ну хорошо приходи а ты знал это да да конечно конечно все кого нщики просто там из других городов знакомые ребята мы все были примерно одного возраста и у всех проблем были одинаковые не было работы не было денег но было бешеное желание играть кого поэтому а у меня была эта квартира мы его называли хостел варина хата был какой-то момент когда тоже одна команда приехала из комсомольска их выселили из квартиры они там что шумели и мне звонит парень говорит можно мы к тебе приедем ночевать я говорю мне завтра на работу у меня типа я уже туда работать устроилась наконец-то игру мне завтра сдача проекта важного вы пожалуйста умоляю нам некуда идти вы же не будете тихо его вас 10 человек но не будет тихо пожалуйста умоляю ну ладно со мной еще оксана жила вот моя подруга я говорю ну там сама с ними на 7 как-то больше дружила я утром просыпаюсь в 7 встаю и тишина идеальная курток в коридоре нет я думаю неужели не пришли подхожу к туалету слышу дверь я поворачиваюсь стоит один из команды вот так вот так смотрит на меня резко просто разворачивается и уходит молча я такая что я открываю дверь в спальню а там на моей вот этой двуспальной кровати вот так в два ряда они друг на друге лежат спят 10 парней я просто а им видимо вот их руководитель который мне звонил он сказал кто варю разбудит убью лично и тишина была просто идеально а там прям такие ребята ну которые прям отжигандия полная и вот короче ты безотказная всех к себе да да ну и я что это карма на самом деле своего рода тоже потому что здесь мне очень много людей помогло а вот девочки с кем ты работаешь женском стендапе если среди них у реальные друзья или больше все-таки это коллеги я бы сказала что мы такие близкие приятели то есть был период когда у нас кроме работы вообще не было никакой другой жизни этого там первые пару лет но реально мы просто жили в офисе бывали дни когда мы там ночью оттуда уходили и кроме этих людей мы не общались ни с кем то есть настолько что я даже там со своими друзьями толком не виделась потому что не было на это времени и возможности мы все время писали и мы общались только вот внутри коллектива и видим из это время мы задолбали друг друга так сильно что когда у нас наконец-то появилась возможность на другую жизнь мы поскорее поспешили как бы разбежаться в разные стороны девчонки там типа разом это как в классе кружки по интересам то есть там кто-то близко дружит там вдвоем кто-то втроем кто-то вообще особняком держится по-разному но мы дружим и общаемся там классно вот в баню хотим вместе сходить но близкое окружение все-таки это мои близкие подруги с которыми мы вот переехали вместе ты часто говоришь про отца про то что у тебя не было отца в детстве что в четыре года твои родители развелись и ты не общалась со своим отцом он не хотел до понятия не имею если честно я была так мало что не знала ну как бы мы продолжаем общаться мы там поддерживаем отношения но я честно скажу я не испытываю к нему дочерней любви то есть я вообще в целом думаю что наверное это все как бы вот должно было каждый день поддерживаться годами а так это просто невозможно просто от факта что он мой отец не могу его любить к сожалению это с мамой говорила почему он не общался с тобой она не могла ответить на этот вопрос он ей тоже не объяснял почему он не приезжал там не приходил обещал прийти не приходил ну то есть было много таких эпизодов то есть у тебя папы не было до определенного возраста ты его не помнишь периодами то есть он конечно появлялся но это было очень редко тогда был даже не воскресный папа он приезжал когда у него была такая возможность возможность у него это редко было да безусловно там когда как-то как-то временами брал меня там с собой куда-то там к себе в гости где я проводила время с ним и с его новой семьей брал собой там куда-нибудь на горнолыжную базу где я проводила время с ним и с его новой семьей то есть вдвоем бы мы вдвоём практически время не проводили это была большая редкость то есть может мне хотелся боялся со мной наедине остаться я не знаю но у меня там самые счастливые воспоминания, еще когда дедушка был жив, дедушка был директор автобазы, и у него был офигенно крутой, шикарный кабинет в автобазе, и был теннисный корт, дед очень любил теннис, и я вот ходила с ним смотреть, и у него в кабинете были огромные шахматы, я вот это все вообще классно, я любила к нему в гости ходить, и он для меня всегда был Дед Мороз, то есть он всегда, у меня дед Жень 1 января, и он всегда подкидывал какие-то, ну, то есть подарки дарил, там, денежку дарил, вот, у меня какие-то к деду остались сильно теплые чувства, папа он в какой-то, ну, просто немного выпал из моей жизни, конечно, я, он он появлялся, он был, но его было мало, и я не могу его за это осудить, ну, как бы... Ну, тебе не хватало его? Ну, конечно, не хватало, конечно, ну, вплоть до того, что, ну, как бы, понятно, что это все откладывается, там, на каких-то там уже, на будущем, на взрослой жизни, вот, например, у меня не было примера мужчины в доме, я такая, блин, а как это вот жить с мужчиной в доме? Не знаю. То есть у мамы личной жизни не было после этого? Ну, была, но очень такая, как будто бы отрывочная, мне кажется, ей было немного стыдно заводить отношения из-за меня. Не меня она стыдилась, а как будто бы она не хотела мне приносить какой-то дискомфорт. То есть я прям помню, мне было 11 лет, у нее появился мужчина, а у меня вот этот взрыв подростковый, и я прям скандалы устраивала истерики. В итоге вот они как бы расстались. Я надеюсь, что не из-за меня. Вот. Ну, думаю, что я тоже каким-то образом катализатором была, потому что мама всегда выбирала меня, мои интересы, вот, чтобы мне было комфортно. Ну, классный был мужик, жалко, что не получилось. Ну, а когда ты уже в более сознательном возрасте с отцом общалась, ты ему говорила, его спрашивала вообще, почему? Честно говоря, нет. Так я и не пришла к тому, чтобы себя как-то пересилить и с ним об этом поговорить. Может быть, отчасти я думаю, а что вот он мне скажет? Он мне скажет, скорее всего, то, что я и думаю. То есть я понимаю, что сейчас я уже понимаю, что это разошлись просто люди в отношении. Ну, то есть мужчина и женщина разошлись, я вообще ни при чем. Все прекрасно понимаю. Я думаю, что он мне скажет, типа, ну, вот так тогда получилось. Не знаю. Интересно, наверное, мне было бы узнать, как бы, переживал ли он, что он переживал, было ли ему там стыдно, неловко, некомфортно и там все такое. Ну, думаю от того, что он все-таки, мы проводили время вместе, он там меня брал к себе и так далее. Думаю, что, конечно, он испытывал какое-то желание там со мной проводить время и общаться. Но я вот реально, для меня всегда вот эти время с папой, это было время с папой и с кем-то еще. И уж тем более с его новой семьей. Мне кажется, я была для него идеальным ребенком от первого брака. Вот правда. Я не устраивала никогда скандалов, я не выясняла отношений, я не говорила, какого черта я. Ты уехал, а я сижу с твоей женой общаюсь. Мы с ней вообще прекрасно общались, время проводили, обсуждали сериал «Великолепный век». Очень, ну, типа, спокойно. То есть в определенном, уже как-то более взрослом возрасте я уже как-то просто стала ее воспринимать, как знакомую женщину. Уже как-то постаралась абстрагироваться от того, что вот как бы это, там, условно, там, вот на эту женщину променяли мою мать. То есть ты это просто себе отсекаешь, такая, ну вот, ну вот так. Потом моя сестра младшая, то есть его дочь уже в новом браке родилась. Тоже мы, типа, в нормальных отношениях, там, периодически общаемся. Ну, опять же, мы не близки, но, как бы, в нормальных отношениях. Там, если ей нужна какая-то помощь, вообще без проблем, вот она там переезжала поступать в Москву, там, жила у меня какое-то время. Поэтому, ну, как-то, я, наверное, вот, правда, себя, вот, я бы назвала идеальным ребенком разведенных родителей. Все шишки достались маме. Все мои подростковые истерики и все остальное. Все, все эти приколы достались маме. Ну, и ему справедливости ради тоже досталось. А если бы ты могла ему сказать то, что ты очень хотела, чтобы это было? Да я могу, наверное, просто пока не могу решиться на личный какой-то разговор. Я просто даже не знаю, что бы я ему сказала. Почему ты ушел? Понимаю, почему он ушел. Просто услышать от него это? Не знаю, зачем. Человек уже не молодой, нужно ли ему доставлять такие, как бы, душевные терзания, не знаю, не уверена. А что бы я еще ему сказала там? Ты меня любишь? Плохой вопрос. Что бы ты услышать хотела от папы? Не знаю. Не знаю. Правда. Правда не знаю. Настолько, как будто бы я для себя закрыла вообще эту тему, что я даже не хочу об этом думать. Ну, вот сейчас ты уже успешная, самостоятельная единица, тебя везде знают, показывают по телевизору. Отец твой гордится, он тебе говорит. Вы обсуждаете? Да, говорит. Вы мне там в гараже мужики показывали твое выступление. Там он что-то смотрит, интересуется. У меня была шутка, что мои родители развелись. С тех пор моя мама, моего папу в моем присутствии называют твой близкий родственник. И папа мне как-то написал, привет, дочь, это я твой близкий родственник, как дела? Ну, типа, он... Ну, вообще, у меня чувство юмора, это чисто вот папина вообще заслуга, это все от него. Он раньше был ходячий сборник анекдотов. Сейчас он уже чуть поутих. Повторяется. Старается грустной иронии к этому всему подходить. Я думаю, он понимает, для него это тоже не самая комфортная тема. Да, блин, у нас же еще и вот это все душевные разговоры, тема психологии для мужчин, для большинства, это табуированная тема, тем более для мужчины 68-го года рождения. Конечно, ему это сложно, я думаю, и рефлексия, и все остальное. Я думаю, что, наверное, если бы я захотела поговорить, он бы пошел на этот разговор. Но я пока сама не готова. Вот. Здоровье? Ой, ну, я бы сказала 7, но, наверное, 6. Вот реально, я наконец-то начала заниматься здоровьем, но прям хотелось бы больше внимания ему уделять. Вот сейчас планирую со вторника начать мощную диету не столько для похудения, сколько для поправки здоровья. Для меня это всегда была такая вот, как бы, проблема большая. У тебя большой акцент в твоих как раз таки стендапах на этом, что ты там на минус 10 похудела, потом сразу их набрала и так далее. Вот. Для тебя действительно это такую большую роль играет? Твой, детская твоя? Ну, я думаю, это тоже своего рода вот из-за того, что я очень зависима от мнения других людей сильно, и это так было, такой мощной травмой стало для меня в детстве, там, в юношестве и в КВНе. Потому что сначала просто смеялись, издевались, жирная. Толстый, жирный пояс, пассажирный. Хотя, я смотрю свои детские фотографии, ну, да, был период, когда я прям реально сильно круглая была, потом там что-то похудела. В принципе, там, не знаю, смотрю какие-то фотографии в старших классах, вообще все нормально было, а мне казалось, что я просто необъятная какая-то. На все это влияют какие-то значимые люди, значимые взрослые в определенный момент. То есть, я начала играть в КВН, мне было 14 лет, и мне человек, который нас учил играть в КВН, нашу вот команду школьную собрал, мне сказал, я на всю жизнь ту фразу запомнила, красивые женщины в КВН, ну, юмором не занимаются, а если занимаются, то, ну, они себе врут, то есть, значит, они некрасивые. Это было такое, что я такая, хорошо, я поняла, я хочу добиться успеха в юморе, значит, я некрасивая. И для меня это было... Это какая-то установка уже в голове. Ну, да, мне 14 лет, у меня такая была мягкая психика, что на нее было повлиять, расплюнуть. Потом писались шутки про то, что я там на велотренажере еду за колбасой, как вот перед собакой вот так держат, просто, что я толстая, я вот, там, кто-то любит мальчиков, а Варя борщ, вот такие, ну, типа, и это все вот через всю мою вот жизнь, через мою, вот, скажем так, становление меня, как там, комика, и там, артиста, и это все красной нитью вот так прошло. В какой момент ты стала действительно ну, задумываться, такая, блин, что они все мне говорят, это все? Да давно, еще со школьных времен, я говорю, это вот все оттуда, когда ты там подросток, все девочки уже там целуются с мальчиками, а там тебя жирной называют, и все, ну, то есть, это так всегда больно, тяжело, вообще дети самые жестокие люди. Да, это правда. Поэтому, ты просто в моменте в каком-то это перерастаешь, вот с Кариной как-то обсуждали, что сама ирония, и у нее, по-моему, такая мысль была в каком-то из маннлогов, сама ирония, это успеть пошутить про себя раньше, чем это сделали другие, поэтому... Да, то есть, какая-то защитная такая, в принципе, форма. Да, да, защитная реакция. Поэтому, я начала сама про себя эти шутки писать, и, короче говоря... Да, чтобы уже другие люди не шутили, чтобы это не было так болезнно. Я могу себе это позволить, я могу себя... Это как кавказец может про себя сказать, я хач. А другие не могут так сказать. Ну, или как черные негры, то же самое. А ты маме жаловалась, рассказывала об этом? что мама делала? Да, что бы она сделала? Ну, а что? Ну, она не была не из тех мам, которые ходили, кто мою дочь обедил? Ну, нет. Может, она тебе говорила, как нужно вести себя, как отвечать, была какая-то классика из разряда не обращая внимания. Потом как-то у нас был очень эмоциональный разговор. Я помню, что я уже в какой-то момент прям действительно так сильно от этого устала, и я говорила, зачем, почему ты меня такую толстую родила? И она сказала, что я толстая, что я с этим сделаю? И я такая, а, ну ладно, тогда мы больше это не обсуждаем. Я думаю, что ее это ранило еще сильнее, чем меня, потому что видеть, что твой ребенок не может с чем-то справиться, и, ну как бы, испытывает какие-то трудности, и мне кажется, для матери это ужасно, просто вообще невыносимо. Ну, как ты отвечала, когда тебе кто-то что-то говорил, чего тебя становилось больно? Честно говоря, вот до того, как я начала играть в КВН, я вообще не помню. Я плакала, наверное, страдала, плохо мне было сильно, ну то есть я очень болезненно на все это реагировала, учитывая, что это еще и постоянно, ой, пытаешься там под всех прогнуться, всем понравиться, вести себя так хотя бы как-то прикольно, лишь бы только там тебя не успели типа, там, не знаю, поиздеваться на тобой, ну как-то, не знаю, все это было так, вот, не видели другого выхода. встречалась с этими детьми, которые тебя обижали, вот, как в жизни сложилось дальше? Да, вообще абсолютно знать не хочу, вот у меня как-то одноклассники повылезали как подснежники в последнее время, ни с кем не общаюсь особо, есть там пара одноклассников, но уже вот из новой школы, то есть, где мы были счастливы, где было здорово, где уже более осознанный какой-то, ну то есть, там нам было, типа, 16-17 лет, все равно мы уже стали взрослее, и как будто бы внешность ушла на второй план, на первом плане были твои компанейские качества, то есть, мы вот команду создали, и то, что ты прикольная, веселая, и там, и классная, это гораздо было важнее, чем то, как ты выглядишь, и все прочее, в конечном итоге, это же все нападение, это такая вот защитная реакция сразу, понятно, что, ну, как бы, было жаль этих людей, они, не все из них добились чего-то, кто-то там, залетел не в том возрасте, в котором надо, там, и так далее, кто-то уже отсидел, ну, то есть, у людей разная судьба, и сейчас там держать обиды, как будто бы это глупо, но вот с одноклассниками, с некоторыми, с которыми мы учились, там, играли вместе в команде, вот, мы там редко, но иногда как-то пересекаемся. Но у тебя не было такого, что ты потом хотела добиться успеха и популярности для того, чтобы доказать им, что они были неправы? Еще в школе. Как раз вот, когда я перешла в другую школу, мы тогда реально, во-первых, мы выиграли там, как раз сезон, ну, то есть, это, конечно, локальная очень какая-то история, но мы стали чемпионами, мы вообще там гремели, но я уже немножко по-другому выглядела, если честно, я вот сейчас смотрю там какие-то свои фотографии, там, за 11 класс, вообще нормально выглядела. С другой стороны, ты такая уже в какой-то момент думаешь, да, вообще, им все равно уже, они уже там своей жизнью живут, реально, там у меня был одноклассник, который в колонии для несовершеннолетних уже попал, я думаю, вот сильно ему надо, чтобы я ему что-то доказывала, да, наверное, нет, там у человека сейчас другие проблемы, ну, короче говоря, наверное, как-то утихомирилась, немного успокоилась, и просто стала жить своей жизнью, сделала свой минус, своим плюсом. Слушай, ну смотри, вот, если ты, например, похудеешь, там, на сколько-то килограмм, сколько ты хочешь, не знаю, 10 килограмм, например, у тебя же уже поменяется образ, получается, уже шутить над этим будет. Нет, конечно нет, я же уже худела, и все нормально вообще получилось вполне, это, я когда похудела, это, написался самый вообще любимый смешной монолог за все время. Ну что, значит, начну с важной информации, я за месяц похудела на 15 килограмм. Да, не нужно аплодисментов, это было 5 лет назад, я за это время уже все обратно нажрала. Первая любовь, когда она у тебя была? Или была ли вообще она у тебя? А я была супер влюбчивой. Ой, первая любовь. В детском, господи, в яслях, Артур. Ну ладно, давай осознанную какую-то все-таки, я думаю, что в яслях, это уже такая детская. А это дало старт. Дало старт. Он же мне сделал предложение. В том же возрасте, в яслях. Да, у него мама возила золото из Турции, и как-то моя мама пришла за мной, и его мама за ним пришла, и он говорит, мама, покупай цепочку, мы с Варварой женимся. Вот, больше мне пока предложений никто не делал, к сожалению. Где ты, Артур? Да, Артур, пожалуйста, я жду тебя. Я, кстати, в женском форуме эту историю рассказывала, я тоже сказала, Артур, я тебя жду, прошел год, а его все нет. Вот. Да не помню, если честно, их было так много вообще, я как кошка. Подожди, но влюбленность и любовь, это же все-таки разные вещи, ты знаешь? А, ну, точнее так. Наверное, такой вообще, как будто бы и не было. Ну, не случалось настолько, типа, ну, короче, не знаю, как сказать, у меня не было вот того, что люди называют нормальные отношения. Наверное, поэтому мне сложно, как бы, сообразить. Ну, были какие-то влюбленности. Ты несколько раз говорила на своих стендапах о том, что у тебя, в принципе, отношений было немного, и их сложно вообще назвать отношениями, и что, в принципе, у тебя первый опыт сексуальный был, по-моему, в 23 года, ты об этом рассказывала. Ну, вот с психологом тоже это обсуждаем, что я говорю, ну, как вот, то есть, у всех девочек там, условно, были отношения, они там гуляли с мальчиками, там, целовались в 13 лет, у меня там подруга в 13 уже детственности лишилась, а я такая, типа, вообще, я про другое, я вот про, там, театральную студию, ну, короче, я не знаю, то есть, у меня вообще какая-то другая жизнь была, и мне всегда казалось, что вот я настолько не нравлюсь мальчикам, потом там, мужчинам, что у меня этого и не будет никогда, и никогда никто мне не полюбит, я никогда никому не понравлюсь, и никто не захочет со мной встречаться, в то время, в то время, как все мои подруги, абсолютно все, были в каких-то там интересных отношениях различных, и кто-то много, кто-то там, наоборот, мало, но крепко, и там, так далее, сейчас вот у моей подруги родилась дочь, недавно второй ребенок уже, а я вот, она сижу. А ты сама проявляешь инициативу, ты умеешь что делать? Да, конечно. То есть, ты не про то, что ты сидишь и просто ждешь, когда кто-то... Нет, я вообще не из тех, кто сидит и ждет, потому что мне кажется, что если я буду сидеть и ждать, ко мне никто не придет. Просто есть женщины, которым в детстве говорили, ты принцесса, ты самая красивая, а мне говорили, ты умница, ты победительница, ты лучше всех, ты всех выиграешь. Мне не говорили, что надо, как надо с мальчиками себя вести, ну, то есть там... Что ты красивая. В моем окружении, да, то есть... Ну, опять же, это же тоже такой момент, что папа, как первый мужчина в жизни девочки, должен говорить ей, что она принцесса и красивая. Ну, конечно, мне папа этого не говорил никогда, поэтому я такая, ну, мужчины такого не говорят. Значит, надо мне, как бы, самой им об этом сказать. Привет, посмотри, я принцесса. Смотри, ну, не все же девушки привлекают мужчин только внешностью. Вот есть девушки, вот в моем окружении даже, которые за счет харизмы, за счет очень классные, веселые и так далее, то есть это вообще не про внешность на самом деле. Ну, да, ну, так сексуальное влечение же все равно возникает в первую очередь, а уже во вторую ты смотришь, там, слушаешь, что человек говорит. это и как бы с женской стороны тоже работает. То есть ты сначала смотришь на мужчину, неважно, как он выглядит, с лица воды не пить. Если у него какая-то энергетика, там, сексуальная тебя привлекающая, как Бэлла говорит, big dick energy, да, то ты такая, блин, интересно, тебя притягивает, ты можешь даже неосознанно как-то вот к этому приходить. И мне кажется, у мужчин так же. То есть понятно, что там ты можешь не быть, не знаю, там Оксаной Федоровой, вспомнила ее, ну, королевой красоты. Хотела заменить чем-то, королевой красоты. Но при этом там нравится мужчинам или какому-то конкретному мужчине, потому что он чувствует в тебе какое-то сексуальное притяжение, как бы для него какой-то, откликающийся, скажем так. Я это, конечно, прекрасно понимаю, понимаю, что дело там не во внешности, но когда твой, условно, там круг так сильно ограничен, как там в 16-17 лет, когда формируются все твои взгляды на жизнь, условно, то ты думаешь о том, что ты выглядишь как-то не так. И нужно выглядеть по-другому, нужно быть худой, с большими сиськами и длинными волосами. Я к этому всегда стремилась, и у меня в итоге сиськи маленькие, я не худая и вечно стригусь. Я считаю, что у каждого человека есть какая-то миссия на земле, в чем твоя, как тебе кажется? Ты вообще веришь? Да, я верю. Я, во-первых, у меня цель глобальная оставить что-то после себя, ну, какую-то память, не просто бесследно исчезнуть, а чтобы, ну, не что-то великое, гениальное создать, а ну, вот, хотя бы просто оставить о себе какую-то, вот, на какое-то напоминание, что вот я такая была. миссия. Ну, если у меня получится сделать хоть какое-то количество людей веселее, радостнее, это было бы здорово, было бы круто. Ну, уже получается. Ну, да. То есть ты, в принципе, справляюсь вроде. Чем лучше, тем лучше. Здорово было бы. Ты чего-нибудь боишься? Ой. Да, внезапной смерти. Как бы ни прозвучало, но я боюсь, типа, что я такая, я умру, и многого не успею. Столько планов, каких-то целей, чего-то хочется, желаний каких-то и всего остального. Я такая, блин, а если вдруг резко меня не станет, и я не успею сделать что-то, что я бы хотела успеть. Вот. Этого боюсь. Ну, и за родных боюсь постоянно. Это же вечная классика. Недавно слышала у кого-то это в монологе, что когда мама долго трубку не берет, это же подмечание, что ты... Точно под машину попала, сквей. Начинаешь на панике на какой-то. Потом, оказывается, она, да я что-то играла в сумке, я не... Нажала, не поняла это. Выключа, сел. Разрядился. А ты уже там все передумала. У меня вот с детства такой страх, что, ну, как бы с мамой что-то случится. Вообще прям панический какой-то. Ну, это из-за того, что ее, то есть, как бы часто и по многу не было. Домой очень поздно приходила, то есть, ну, я как бы в одинокого там, либо у бабушки там с тетями была, либо, ну, вот как бы дома одна, и ты сидишь, ждешь в безвестности, ни телефонов, ничего, и ты просто... Я еще везде свет выключала, в одной комнате только включала, и вот так сидела и ждала просто. Это, конечно, так пугает. Страх потерять, ну, как бы вот, близкого человека. Во что ты веришь? Во что я верю? В людей, в себя, в близких. Мне нравится менять свое мнение о людях в лучшую сторону. Если есть люди, с которыми я, которым я была предвзята, например, и вдруг мы пообщались, познакомились, и мое мнение изменилось, для меня это не проблема. Наоборот, это большая радость. Поэтому я верю в то, что люди не обманывают. Есть такие люди, не предают, не подставляют. То есть я могу оставить малознакомого человека ключ от своей квартиры, потому что там, я такая, ну, я верю, что он ничего не украдет. Ну, как бы, не знаю, ну, я как бы, не знаю, стараюсь вот верить в людей. Наверное, вот так. Ты говорила, что раньше ты верила, что все, что происходит, делается высшими силами. Но теперь ты веришь в то, что можно своими руками что-то поменять. Когда начала делать сама, и поняла, что своими ручками, ножками, своей головой я вот создаю себе свою вот жизнь, которую мне бы хотелось, я поняла, что все вот человек сам. Что такое любовь? Ой, не знаю. Наверное, какое-то необъяснимое чувство. когда ты, ну, как-то безусловно относишься к человеку, чтобы он не говорил, не делал, ну, или не к человеку, к собачке. Безусловное чувство, которое не может быть поколебима из-за того, что он там носал тебе на пол этот человек, этот пес, или там что-то сказал, обидел, и так далее. Если бы можно было изменить какое-то одно событие из твоей жизни, что бы это было? Я бы раньше переехала в Москву. Думаю, что я бы раньше решилась, я так боялась ехать, учиться. Мне было так страшно. Я думаю, что нужно было это раньше сделать. Ну, в целом, как сложилось, нормально, наверное, тоже ок. Чем ты гордишься? Ну, конечно, собой. Я молодец. Горжусь тем, как изменилась жизнь моей мамы. Горжусь мамой. Наверное, все. Потому что я к этому приложила какую-то руку. Для меня вообще в целом говорить, я тобой горжусь, я считаю, это может делать человек только тот, который приложил к этому какую-то руку. Когда мне какие-то люди говорят, левые, незнакомые, я тобой горжусь, я думаю, почему? А что вы сделали для того, чтобы мной гордиться? Просто наблюдали? То есть, были люди, которые вообще никаким образом, никакого отношения не имели там ни ко мне, ни к моему творчеству, ни к тому, что я делала или делаю сейчас. И сейчас они мне говорят, блин, горжусь тобой. Так мы не общались 15 лет. Что ты мне гордишься вообще? Ну, как бы, гордишься знакомством? Ок. Так сошлись обстоятельства. В чем твоя суперсила? Моя суперсила? Как у муравья тянуть нож больше, чем он сам. Наверное, вот такая. Ну, я многозадачная, многовывозящая. Иногда хочется быть послабее, конечно, но я думаю, что это круто, это мощно для человека в большом городе. Ну, и в целом для человека моего пола. Довольно сложно, но это круто. Ты счастлива? Ну, не знаю. Думаю, что сейчас данный конкретный момент не совсем. Вообще, для меня счастье это совокупность чувств, эмоций, событий, всего, что в тебе создает какое-то чувство абсолютного удовлетворения всем. то есть все вокруг здоровы, ты здоров, у мамы все в порядке, на работе все супер, хотел сказать, кул. Ты не возвращаешься к сленгу 90-х, это тоже кул. Ну, короче, когда все классно, все получается, все складывается, это счастье. Или, когда ты в данный конкретный момент испытываешь, вот, как я говорила, что у меня был такой момент в Хабаровске, в какой-то прям определенную минуту, я такая, блин, вот сейчас я счастлива, потому что все вокруг вот создало мне вот эту атмосферу. Вот, наверное, сейчас не совсем, но я к этому стремлюсь и периодически испытываю такое чувство как бы вот полного, такого безграничного удовлетворения своей жизнью, и когда это как-то переливается за край, наверное, еще и восторга какого-то, соответственно, наверное, счастья. Последний вопрос, который я сдаю каждому своему гостю, что бы ты сказала маленькой Варе? Так, что бы я сказала маленькой Варе? Блин, не знаю даже. Как-то даже не знаю. Я вообще не люблю спойлеры. И я думаю, что вот зная свой путь от маленькой Варе до взрослой Варе, я бы не хотела себя ни о чем предупреждать. Я бы хотела, чтобы я прошла все то, что прошла, чтобы в итоге прийти к такой взрослой Варе, к которой я пришла. А о чем-то предупреждать себя заранее, наверное, я бы не хотела. Но я бы сказала, что типа все будет. Нет, ничего бы не стала говорить. Просто бы понаблюдала со стороны типа нормально. Живем. Ой, обожаю цветы. Вообще спасибо. Пусть у тебя всегда дома стоят цветы. Не только твоих поклонников твоего творчества, но и поклонников мужчин. Было бы просто супер. Да, да, да. Спасибо большое. Спасибо тебе. Красивее. Да. Спасибо.